Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас вы меня должны увидеть. Сейчас, секундочку. Здравствуйте! Хочу со всеми с вами поздороваться. Попрошу Дмитрия, моего помощника, написать, сейчас видят ли меня наши зрители, видят ли и слышат ли меня. Так, сейчас, секундочку, есть небольшая задержка, мы проверим. Так, видно? Всё видно? Отлично. Ну, тогда хочу вас ещё раз поприветствовать, дорогие друзья, и я рад, что вы пришли на такую, в общем-то, для тех, кому это вообще, конечно, нужно, интересную и важную тему по отделке, по использованию эко-материалов в эко-строительстве загородных домов, отделке и внутри, и снаружи вагонкой. Вагонка очень интересный материал, ну, скажем так, пошла она к нам в 80-е, вот 70-е годы, особенно 80-й бум, вот, дачных кооперативов, так широко. То, оно, безусловно, было и качество не то, и ассортимент никакой, и, так сказать, долго ждать, ну, а что угодно. И можно просто запутаться в этом изобилии, но и, собственно, к сожалению, качество ужасное в основном в целом на рынке. И вот об этом обо всём мы сейчас поговорим. А вообще материал очень интересный. Я даже себе тут сделал некие такие вот пункты, и вы их, вы, наверное, видели, о чём мы будем говорить, да, то есть почему именно отделка вагонка, какие преимущества, недостатки, в чём, значит, какие есть типы вагонок, как брак не пропустить и нечестных продавцов, так сказать, сразу опередив, увидеть всё это дело. Вот сейчас мы всё это будем с вами обсуждать. Ну, жалко, конечно, что людей на сегодняшней лекции немного. Конечно, она, безусловно, для моей аудитории специфическая, поскольку вы знаете, что основное, мои основные лекции – это по здоровью, по адекватному человеческому питанию, лечению болезни, но вы также знаете, что я очень серьёзно уже 20 лет занимаюсь строительством и, так сказать, органическим земледелием. Темы, в общем, связаны, это всё здоровье наше. То есть наш дом, где мы будем жить или живём, или наша, там, неважно, квартира, особенно загородном, это, в общем-то, в той или иной степени большая часть в наших руках, как мы его сможем, какими материалами отделать. Ведь в этом нам жить и большую часть жизни, по большому счёту. Поэтому это крайне важная тема, в том числе для здоровья нашего с вами, и тем более для здоровья будущих или уже нынешних детей, растущих, так сказать, это крайне важно. Так, давайте сделаем так, как всегда в начале, маленький регламент. Сначала я сейчас ещё пару слов вводных скажу, потом сделаем так. Вы, пожалуйста, вопросы пока не пишите никуда. Знаю, что часть из вас смотрит по нашей ссылке, прямо непосредственно в вебинарной комнате, а часть из вас смотрит на канале Ютубе, где идёт одни, ну, сразу же трансляции. Значит, вопросы вы, пожалуйста, пишите после, в конце, ну, или в середине нашей с вами беседы, потому что сейчас я всё равно не посмотрю, скоро я переключу вас на нашу презентацию, и по ней уже будем, соответственно, с вами идти, чтобы вы наглядно видели, о чём я вам говорю и представляли это уже образно, а не только, так сказать, догадывались, о чём я хочу сказать. Значит, потом мы с вами, я сделаю небольшой перерыв, и я вам обязательно буду отвечать на вопросы во второй части нашей с вами сегодняшней встречи. Ну и что ж, пожалуй, давайте ещё пару слов я скажу о том, какие важные темы мы раскроем. Собственно говоря, всё, что касается работы с вагонкой, от её выбора правильного, замеров, которые нужно сделать, да, используя различные приборы, тот же простой вроде бы штангель-циркуль, но он очень нужный для проверки вагонки уже на месте у продавца. Да и многое другого интересного, значит, что действительно вам поможет сберечь ваши нервы, деньги, время. Я расскажу о своих последних вот прям случаях работы с фирмами по производству вагонки. Ну, собственно говоря, давайте перейдём непосредственно к вебинару, а там уже будем раскрывать всё подробно. Итак, я сейчас секундочку переключу тогда вас на презентацию. Так, сейчас вы уже должны увидеть презентацию, а я попрошу Дмитрия написать мне, видно ли презентацию, переключилась ли она, когда сейчас я пойму, что всё в порядке. Ну вот и прекрасно. Собственно говоря, и начинаем. Так, тема видна, ясно, какая у нас сегодня тема, с вами переходим. Давайте так, несколько слов скажу вступительных. Скажем, перед вами вид из мансарды. У меня таких два дома типичных, 8 на 20 метров длиной. В Пушкинских горах, где сейчас у меня идут стройки, вот эко-отели, про которые я периодически говорю, виден дом большой, двухэтажный с мансардой, который впереди, вот вы видите, через просвет. Здесь ещё нет кровли, как это видно, ничего. Но по большому счёту вот этот портал, который я сейчас показываю мышкой, трапециевидный, это будет как раз у нас будущая вагонка. Она идти будет здесь именно вертикально, не горизонтально. Почему, объясню позже. В этом есть определённый смысл, раскройки и экономичность. И, собственно говоря, представим сейчас пошагово, что дальше в процессе строительства было. Потому что, конечно, речь идёт про подготовительный этап, вот даже заголовок, видите, подготовка. Конечно. Теперь смотрите, что было у нас. Между лак половых, значит, у нас сейчас пустота, но потом снизу здесь подшивалась доска дюймовка, пропитанная глиной. Почему глиной, я объяснял. На прошлых моих занятиях это антисептик природный, недорогой, только работа с ним стоит. Безусловно, он тяжелее к пропитке краски, но он также не горючий, если правильно обработать. Хорошей глиной, наподобие гончарной. Это экологично, и одни плюсы, минусов нет. Значит, теперь снизу подшивается полностью доской. Знаю, что не все это делают. Некоторые подшивают бруски под половые вот эти балки экономичные. Так это понятно. Но пароизоляция, бруски снизу, если мы говорим, со стороны первого этажа. А потом уже вагонка идёт. Ну, соответственно, значит, если сюда мы наступим, или что-то тяжёлое положим, пока нет половых здесь досок, то, конечно, можно провалиться. Но это, допустим, можно аккуратно ходить, доски вот как здесь постерите. Несколько, но, так сказать, в чём проблема? А в том, что, понимаете, во-первых, если подшить всю площадь дома, я понимаю, это лишние траты, но, однако, не такие уж и большие, вот сплошняком дюймовкой, то мы скрепляем каркас от любых горизонтальных поперечных раскачек. Мы как бы соединяем в одну монолитную балку все, делаем такую связку мощную. Во-вторых, в любое место можно наступать. В-третьих, можно использовать более тяжёлый утеплитель. Помните, что утеплитель мягкий. Но у всех у вас на слуху будет минвата, я её использовать не советую, потому что она не экологична. Даже в рокуле в известном есть фенолы, выделяются это, конечно, яды. Токсины, поэтому тот же биосинтепон, мягкий утеплитель, но можно и тяжёлый, например, керамзит, прекраснейший утеплитель. Более того, ведь он ещё звукоизолятор, который поглощает разные частоты, потому что мягкий утеплитель, он определённый, только гасит звукоизолятор. Мягкий кирпич, например, или плотный материал, имеющий большую массу, он гасит иные частотные характеристики. Поэтому раньше делали вообще, разделяли половые балки, то есть потолка первого этажа и второго этажа, либо мансарды, двумя разными, ну это до революции так делали, уровнями. Я вообще об этом... Кстати, вот тот дом, что вы видите впереди на этом кадре, сделан именно так. Кстати, я сразу хочу сказать сейчас, потом повторю, что 26 апреля, то есть буквально скоро, у меня в ближайшем моём хозяйстве, под Зеленоградом, будет практически такой семинар, то есть живой, да, куда я приглашаю именно по экостроительству. Мы будем разбирать очень интересные и важные общестроительные вопросы, тонкости разные. Касаемо, кстати, на примере в том числе вот того интересного, очень интересного дома, где применено, ну, большое количество таких ценных технологий для каждого. То есть каждый на своём уже месте, так сказать, своей конструкции сможет подметить, ну, сотни важных нюансов. Так и на примере этих домов. Ну и не только их, конечно же. У меня было очень много разных постройок, и есть, и идут стройки. Сейчас вот в данный момент мы с вами общаемся, и идут стройки непосредственно у меня. Так, теперь давайте дальше смотрим с вами. Значит, вот представим, что уже есть у нас снизу подшив. Здесь вот в данном доме биосинтепон. Обратите внимание, где сдвоены балки, чтобы звукоизоляция была. Тут тоже впихиваем утрамбованный биосинтепон. Здесь его 15 сантиметров, 3 слоя. Обычно он идёт по 5 сантиметров. Но дальше мы уже поперёк половые лаги ещё ставим для того, чтобы слой теплоизолятора увеличился на 10 сантиметров. Это у меня уже сейчас не буду объяснять, почему я так сделал, почему у меня так сделано, потому что ведь сейчас у нас тема всё-таки другая. Но я, конечно, видите, хочу немножко шире охватить. Я всегда так делаю, чтобы было понимание, что, к чему, для чего. Кстати, обратите внимание, что здесь была улица, да, то есть по тыльной стороне, ближе к улице, вот этих торцевых частей, вот этих вот стропил. Но ведь у нас здесь что? Термофол. То есть, а там у металла черепица, за ним через бруски, конечно, обрешётку и контробрешётку. Это, во-первых, сам по себе от ударов очень хорош. Изолятор от звука тоже. Одно дело, когда непосредственно дерево, дерево, металл, удар, например, града, то отражается очень хороший резонанс внутри, собственно, а здесь не будет, потому что это гасится. К тому же пароизоляция в любом случае нужна. А это и пароизоляция, и цена невысокая. Ну, в общем, вот такие хитрые приёмы применялись у меня, ну, по, значит, их сотне. Об этом, может быть, в дальнейших вебинарах, если я их буду проводить, посмотрим, насколько будет много людей, потом отзывы, и посмотрим, буду проводить или нет. Потому что раньше я только занятия закрыты и проводил. Сейчас вот решил, первый по органическому земледелию вебинар открытый сделал, по зимним садам, теплицам, да, там, и сейчас вот по отделке вагонка. Идём дальше с вами. Значит, вот смотрите. А, кстати, здесь, обратите внимание, это в другом доме. У меня их два одинаковых, я говорил, сейчас строится. Видите? Доска, вот её видно, что она подшита снизу, дюймовка. То есть 25 миллиметров толщина, 150 миллиметров ширина, да? Ну, и они в длину 6 метров, стандартные. Так вот, по всей площади сделали. Вот это тёплая часть будущей мансарды. Ну, а холодная, соответственно, за вот в этих так называемых треугольниках, которые образуют фигуру треугольник, холодная часть. И там могут проходить коммуникации, выводы электрические. Потом в полу тут можно пустить любые, значит, соответственно, коммуникации. Кстати, теперь вот ещё представьте, что вот эта доска, половые доски, они высоту 150 миллиметров, то есть 15 сантиметров, шириной 5 сантиметров. А теперь представьте, что мы ещё поперёк вот так ставим. Тогда мы увеличим возможность для засыпки очень хорошего, если толщина более 15 сантиметров, теплоизолятора. К тому же это термомасса поглотителя разных частот звуков. А вот представьте теперь, даже что тут представлять, просто это всё видно. Обратите внимание, ещё раз кадр назад, когда у нас вот это вот половые лаги, они видны, а поперёк, сверху доски идут на попа, как говорится, на ребро, уже вдоль. И вы видите, вот она поперечная, вот они проходят. Просто здесь керамзит отрыт, очень хорошо видно. Что это такое? Это гофры, которые сразу металлические рукава, в которых кабели проложены, хотя у меня кабели специальные, которые, значит, не горят при 160, не выделяют ядов. Они предназначены для открытой проводки, но всё может быть, и поэтому мы их сделали, конечно, уже в металлических рукавах. Вот, их будут протягивать под, видите, как удобно. Можно под протянуть, можно вдоль. Вдоль мы ничего не мешаем, разрезать балки не надо. И под прорыть, как здесь, видите, очень легко. Вот она, длина, почти 20 метров. Ну и, собственно говоря, здесь уже сейчас возведены перегородки, вот эти две комнаты, санузел, так сказать, два санузла и прочее. Вот эти стойки надо заранее выравнивать таким образом, что если вы захотите вагонку вдоль, значит, делать, прибивать, то в таком случае, чтобы вам не нужно было тратиться на лишние бруски, для этого стойки должны быть относительно одна другой, по уровню сделаны ровно. Проверить уровень, диагонали, отвесы с одной и с другой стороны. Ну и торцы, разумеется. Так, вот следующий этап, когда мы потолок уже набили тоже здесь дюймовкой, для чего это сделали, мансардную часть потолка, а чтобы вот этот верхний самый подконечный треугольник, здесь в местах стыков с наклонными, со стропильными досками сделают между ними вставки из досок, как карман. Сверху, а здесь будет в центре здания люк смотровой, будет также насыпаться керамзит. Соответственно, это дополнительный теплоизолятор для того, чтобы зимой не терять, ну, собственно, дорогое тепло. К тому же помните, что тяжелый теплоизолятор, в отличие от мягкого, к тому же, например, биосинтепона, хотя он очень хороший, экологичен, он все-таки, как бы это вам сказать, является еще термомассой, то есть он же весит достаточно многое. Тут, конечно, сразу, хочу сказать, конструктив нужно учитывать. Ну, а мы делали здесь что и для чего. Потом будет показана вам схема чуть ниже, в разрезе, вот то, что мы сейчас с вами смотрим. Но сюда мы набиваем уже термофол, как отражающий достаточно 5-миллиметровый, он стоит недорого, порядка 1350 рублей за рулон, значит, 25 погонных метров, а метр ширины, значит, 25 квадратов. Эта цена уже сопоставима с хорошим армированным полиэтиленом. Считайте, что это не просто пароизоляция, а еще отражатель тепла, еще все-таки термоизоляция неплохая, в отличие от полиэтилена. Одни плюсы. Значит, есть противники, кто, говорит, экранирует и прочее. Снизу не надо делать, пожалуйста, если не хотите. А с боков вверх экранируйте, или вы будете терять очень много тепла. А инфракрасное вот это вот излучение, тепло непосредственно вот этой фольгированной пленкой отражается внутрь помещения. Но здесь у нас для крыши, чтобы не перегревалось, кстати, подкровенное пространство, здесь же мы на термофол уже бруски. Если мы хотим вагонку поперек, то мы вдоль протягиваем бруски. Значит, сейчас я вам, в общем-то, это тоже покажу. Кстати, бруски друг от друга, не жалейте, не так много стоит, делайте на расстоянии примерно 30-25 сантиметров друг от друга, чтобы больше было точек крепления через кляймеры, конечно, самый разумный вариант, именно к несущей поверхности, в данном случае к брускам, которые бьются, ну, крутятся саморезами, конечно, не гвоздями, с общими строительными вот этими анодированными, лучше не черный металл, а желтый такой металл, анодированными саморезами, значит, универсальный саморез называется, уже, соответственно, к либо балкам, либо, что удобнее гораздо в любом месте, представьте, на ровную поверхность. Кстати, видите, доска какая-нибудь белая, она такого красноватого цвета, она, потому что обработана вот этой глиной нашей, а у нас, ух, какая глина, там, тяжелая, настоящая, ну, фактически гончатная, дождем не смывается, с нанесенной поверхности деревянной. Ну, теперь это дерево вечно, так сказать, что с ним будет, не сгниет. Теперь дальше идем. Вот это уже совсем другое место, это у меня из моего вот эко-поселения под Ржевом, которое находится в Тверской области. Кстати, этап строительства примерно был такой же. Представьте на предыдущем кадре, что уже как будто термофол есть. И вот, смотрите, этап следующий. Идут бруски. Здесь, конечно, строитель мой сделал всего три. Это промежуток где-то здесь 30, здесь побольше 37 где-то сантиметров. Нужно было бы еще один. Но вагонка была очень толстая, 16 миллиметров при всего лишь 11 сантиметрах своей ширины, даже 10. Это в этом смысле, этого вполне более чем достаточно. Вот. И вот эти стыки потом между вагонкой в разных плоскостях просто уголком или раскладкой специальной закрывается, и будет все очень красиво смотрится. Но здесь просто нам видно следующее. Наклонная часть, стены. Безусловно, стены утепляются. Но это уже отдельный разговор, как это можно сделать, потому что вот эти треугольники, они будут холодными. Они и должны быть холодными. Соответственно, мы утепляем еще толщину вот этих стоек. Ну, обычно это 150 миллиметров ширины. Ну, кто-то сотку доску ставит на ребро. Я 150. Это уже, конечно, разумно сделать биосинтепон. Во-первых, потому что просто иначе возиться трудно. Но тогда имейте в виду, что ширина между вот этими стойками должна быть тоже в ширину рулона. Не более того. Учитывать это надо заранее до прогнозирования проекта, так сказать, вот учитывать в проекте. Потому что если рулон у нас 60 сантиметров ширины, то здесь мы должны делать где-то 58, ну, 55, 59, 60. Да? И потом степлером прибивается. Очень все это делается просто несложно. Теперь я вам еще скажу по подготовкам на другом объекте. Подробнее об этом будет на моих занятиях. Но просто скажу, вот это мощные такие стойки из 150-го бруса, перегородки. Внутри того дома большого, который главный дом строится, главный корпус. Тут тоже так же на потолке набита дюймовка. На нее толстый уже двухсантиметровый термофол фольгой внутрь, как дополнительный теплоизолятор. Стены здесь очень интересно сделаны. Это двойной деревянный каркас, но не, кто знает, саманную легкую технологию. Саманная не прессованная ржаная солома в качестве утеплителя, которая потом глина из двух сторон стукатурится разными пропорциями с другими компонентами. А тут набит слой во внешнюю стену, тоже доска горизонтальная, значит, на стойке, прибитая, навернутая биосинтепон внутри, как с другой стороны. И вот эти 60 сантиметров ширины заполнены керамзитом. Почему и как, для чего это сделано? Ну, в общем, я вам, это будет интересно на моих практических занятиях. Либо это, кстати, есть в моем последнем инфопродукте по строительству. Теперь подробно я это все разбираю. Теперь давайте идем с вами дальше. Значит, ну вот, собственно, как это видно, эту ширину. Причем при том, что вот эти дверные, то есть, извините, оконные проемы, они 20 сантиметров. Толщина коробки 20. Ну и здесь еще 43. Больше 60 сантиметров, безусловно, еще будет облицовочный кирпич. Поэтому общая ширина будет здесь около 75 уже с учетом отделки внутренних сантиметров. Это крепко, это надежно, это очень тепло. Ну, просто этот дом, конечно, идеальный. Он сделан, ну, образцово-показательный. А теперь вернемся к каркасным домам. И не важно, какие дома, просто здесь вот на этой фотографии очень хорошо мы видим. Вот мы находимся уже в нормальной, значит, в комнате на первом этаже. Над нами мансарда. Вот идут уже бруски. Они привернуты на саморезы к чему? А вот видите термофол. Они привернуты не к термофолу, а через термофол, прижимая его. Привернуты куда? К той самой сплошняком набитой, нашитой, навернутой дюймовке. Гладкой. Безусловно, каждый этап нужно контролировать. Работа или вы делаете сами. Проверяйте уровнем. Проверяйте хорошим длинным уровнем. Смотрите, чтобы не было перекосов сразу. Имейте в виду диагонали комнат, каждый разбирайте, разбивайте. И очень важно, чтобы, например, вы могли разумно сэкономить. Посмотрите, вот эти стойки все, которые вот в данном случае, вот эти стойки с уличностью, они ограничат вот это, перегородки. Соответственно, чтобы они были все тоже ровные. Для того, чтобы можно было по ним, добавив соответствующее количество брусков, можно их даже утопить вот над окнами, например. пропустить вагонку, уже крепя непосредственно к этим доскам-стойкам. Значит, единственное, что, в принципе, здесь должна быть пароизоляция до самой вагонки. Как это в идеале делается? Пароизоляция, но помните, что биосинтепон, вот этот, например, который я использую, он тоже есть разный. Акустик, там, прочее. Кстати, коэффициент теплопроводности на 0,033-35 в этом диапазоне, он такой же в этих характеристиках, как, например, известный всем Рокпол, но через этот материал можно фильтровать воду и пить, потому что это то, из чего делается из первичного сырья пищевые стаканчики питьевые, бутылки пищевые, да, вот эти пластиковые. Вот, значит, теперь так. Он вечен, он не боится воды. В общем, это колоссальный плюс этого материала. Будет по нему интерес, можете мне потом там задать вопросы, я поясню теперь или дам контакты. Теперь дальше. Теперь дальше. Вот, посмотрите, здесь можно было бы сделать, но мы делаем термофолом, а потом делаем брусками. Да, скрадывается, допустим, сантиметра 3 с каждой стены, но, во-первых, термофол, чтобы он хорошо работал, между ним и уже облицовочным слоем, ну, например, той же вагонкой, должно быть как раз 2-3 сантиметра хотя бы, или как здесь 4 сверху, чтобы была, как бы это сказать, воздушная прослойка и хорошее отражение коэффициента, ну, и к тому же не будет застоя, скажем так, воздуха и так далее. Разумеется, конденсат исключен, если мы будем топить внутри, потому что он всегда при толстом слое утеплителя, правильно подобранном, точка росы, так называемая, ближе к уличной стене зимой, нежели к внутренней, поэтому это мы исключаем. Теперь далее. Теплый воздух всегда идет вверх, здесь мы его ловим, он как бы отражается за счет термофола на потолке. Пожалуйста, не делайте термофол на полу, кто считает, что фольга алюминиевая, она экранируется. Значит, отчасти они правы, если это только прям герметичный купол, но, пожалуйста, на полу не делайте. Видите, здесь у меня пол, например, фут засыпан в этом доме керамзит, во втором, но, кстати, в комнатах спальных всех я делал между вот этими балками, а они толщиной 50 сантиметров, то есть 50 сантиметров керамзита, это, ну, супер тепло. Конечно, вес большой, и это есть некий минус. Это нам показало, вот эта перенагрузка дала на конструкцию, а дома эти стоят, наверное, на винтовых сваях, просадку винтовых сваев из-за неправильно, непродуманной, скажем, упустили этот момент высокой нагрузки. Представьте, здесь полметра керамзит, слой на потолке 25 сантиметров, и, собственно говоря, вес увеличивается дома чуть ли не вдвое. Вот этот момент не учли. Но сейчас исправляем эту ситуацию. Опять-таки, на моем горькому, как всегда, роботе вы можете очень многому научиться. Я вот это буду как раз рассказывать, эту ситуацию с неправильным распределением нагрузки, с технологией винтовых свай, с ошибками, на что внимание обратить, как раз на моем семинаре 26 апреля. Теперь идем с вами дальше. Вот смотрите, здесь уже пол, но к полу мы тоже коснемся как-нибудь в отдельной теме. Сейчас у нас речь про вагонку. Переходим дальше, смотрим. Вот посмотрите внимательно. Мы видим, что между окнами у нас по всем стенам термофол. Тут достаточно 5-миллиметровый стыки листов, когда разматывается рулон, проклеиваются алюминиевым скотчем, чтобы не было щелей. Далее кладутся, ставятся бруски. Мы их тоже пропитываем вот здесь глиной со всех сторон. Конечно, кто хочет, может и пропиткой какой-то, но это, как говорится, дело десятой. Дальше идет отпил. Не смотрите, что некрасиво. Окон, прочего. Это все закроется, значит, соответственно, обналичкой. Все будет хорошо. Вдоль, поперек. Это вы можете уже делать вагонку как угодно. Кстати, сразу учитывайте это заранее, потому что ведь, понимаете, какая штука. Почему нужно учитывать все заранее? Во-первых, вы будете знать заранее габариты в каждой вашей комнате. А вагонка у нас имеет длину какую? Шесть метров. И бывает четыре, три. Но все-таки, если вы хотите покупать большой объем, шестиметровый, производители в основном все-таки, ну, скажем так, оптимальные цены. И можно найти шестиметровый. Да потом это красиво без подрезки, если вы горизонтальной имитацией бруса хотите сделать. Но в данном случае вагонка по типу соединения штиль. Она мне больше всего нравится, очень красивое соединение. Имитирует тоже цельный брус. Она отличается от имитаций, но это мы ниже с вами поговорим. И вот смотрите, какие ошибки здесь нельзя делать. Во-первых, угол обязательно должен быть брусок, вот как здесь показан. И с левой стороны тоже такой же брусок, чтобы угол вот этих вагонок был зафиксирован по своим уголам. Тут уже, пожалуйста, можно гвоздики с плоскими шляпками просто прибить дополнительно по паре гвоздей на каждую вагонку в их торцах к брускам, чтобы зафиксировать дополнительно. А вот в этих местах, где стойки, тут на кляймеры, безусловно, сажается вагонка. Так, теперь здесь, поскольку пойдет раскладка и здесь раскладка, все будет красиво состыковано. Это вы увидите по готовым работам, я вам покажу. Значит, теперь идем с вами дальше. Дальше. Вообще, хочу сразу сказать, что я сторонник того, чтобы сначала мы все подготовили, отрезали нужную длину вагонки, значит, на все стены, ну, например, по комнатно. Дальше. Эту вагонку, если она идеально гладкая, ровная, вас устраивает, пропитать сразу той пропиткой, краской, которую вы выберете, мы об этом сегодня поговорим, а дальше зафиксировать. Причем красить надо вместе с торцами, потому что если покрасить, значит, потом по готовой вагонке, от перепада влажности, от того, что влажность самой вагонки была, скажем там, выше, например, чем будет при отапливаемом уже помещении, то вагонка сохнется, это дерево, и она обязательно даст вот эти беленькие швы. То есть если вы покрасите до того, то есть после того, как уже прибьете все на стену. Вот. И чтобы этого избежать, вот этих миллиметровых некрасивых швов, которые, конечно, вот эти сотни погонных метров, представьте, потом подкрашивать тонкой кисточкой, чтобы второй, третий слой лишний не дать, и полоской более темной краски не смущало вас, и красоту не нарушало, поэтому торцы, пазы папа-мама надо промазывать вместе с плоской поверхностью отдельно. Для этого делаются стеллажи, этажерочки, из тех же брусков, рейк, где через 15 сантиметров, 10 просто кладутся вот эти вот, сохнуть, соответственно, промазали аккуратненько, положили, высохло, второй слой нанесли, потом уже там, допустим, можно прикручивать. Все. Значит, так же делается со всех сторон, потому что торцов будет видно, и уголки, наличники, принтуса таким вот образом. Вот это будет правильный подход. Значит, теперь идем с вами дальше. Идем с вами дальше. А вы по коду, значит, конечно же, вопросы свои обязательно пишите, но пока их не в чат, потому что я все равно посмотреть пока не смогу. Вот представьте, вот эта мансарда у меня, ну так скажем, назовем это амбар, это у меня в моем, ну в экопоселении, в моем хозяйстве, а вот это вот другое здание, но тоже два окна по такому же принципу сделано. Вот посмотрите, здесь уже вагонка вся изначально, конечно, покрашенная, такой золотистый мне этот цвет просто нравится, солнечный, яркий достаточно, такой соломенно-золотистый. Какой краской мы здесь использовали, я потом скажу, мы до этого дойдем. Значит, почему и что я использую сейчас. Здесь будут потом уголочки, перегородка, двери, все уже будет совсем красиво. Вот так, вот уже видите и мебель, некоторые кровати, там готовы элементы. Дальше что мы с вами, давайте посмотрим так. Вот бывает такое, что по какой-то причине строители там брак сделали, вы не увидели, дом дал усадку или что, но вы уже зафиксировали в определенном положении, что делать, не переделывать, не перестраивать, и у вас потолок, например, смотрите, измеряете диагонали, измеряете уровень, и у вас вначале, например, в середине, скажем, комнаты на потолке, там буквально 2 сантиметра, если, или, скажем так, сделать нулевую точку и натянуть нитки по уровню, то в углах будет на 2-3 сантиметра как бы провал потолка. Соответственно, нам надо подкладывать, так скажем, если таким способом, простым выйти из положения, бруски. Тут уж бруски не жалеть, и можно, конечно, было не поперек, а вдоль, но для устойчивости это очень хороший вариант, тем более, что, помните, через термофол у нас что находится? У нас находится по всей площади доска-дюймовка. То есть мы можем привернуть здесь, здесь три самореза, это мертвая конструкция, намертво просто будет, и вот здесь в центре саморезом стянуть сам брусок, все выровняв, каждый между собой по идеальному уровню. Вот тогда теперь можно спокойно, смело, начиная с потолка, как здесь, периметра, каймовать вагоночка, первый ярус, измерить по отвесу, вот с крайних точек, с этой точки и с противоположной точки, опустить отвес до пола, предварительно измерив ровные или половые балки между собой, и убедившись, что одинаковое расстояние, ну, скажем, 3 метра 2 сантиметра здесь, 3 метра 2 здесь, и тут совпадает сверху у нас ровно, то есть таким образом, зная, что доску параллельно соединяя, прибивая друг к другу, мы дойдем до пола ровно, и у нас не будет такого, что где-нибудь в углу будет 2 сантиметра пробел под плинтусом, а где-то 5 выйдет, да, кривая. Поэтому сразу учитывайте все с полом, связь, естественно, потолочной вагонки. Ну и теперь мы можем поперек вагонку этих брусков класть. А могли бы мы эти бруски сделать, например, не вот как сейчас вдоль назовем, а поперек, тогда вагонка была бы вдоль, у нас шла бы, если она нужна, чтобы она шла вдоль. Конечно, можем, потому что у нас здесь полностью подшито, и вы уже, знаете, деревянный, в любое место гвоздь забей, или саморез накрутил, он будет держаться. А вот если бы у нас были здесь только балки, значит, и мы к ним бы крутили, например, сразу вагонку, или через бруски, да, то тогда мы бы вынуждены были уже как есть, продумывайте это заранее. Потому что мы можем, независимо от того, как идут наши балки, если у нас цельное пространство дюймовкой зашито сплошняком, как щит цельный, мебельный, ну, назовем это такое сравнение условно, то тогда мы можем как угодно бруски наши распределить. Все. Ну и более крепкая конструкция, плюсов очень много. А стоимость лишняя, ну, посчитайте, сколько на 100 метров, в 100 метрах квадратных там, сколько у нас идет в кубах. Уверяю вас, что это совсем небольшое количество дополнительных средств на квадратный метр, чтобы, значит, на этом сэкономить. Так, теперь идем с вами дальше. И, собственно, давайте посмотрим вот этот чертеж. Напоминаю, я сейчас еще раз вам мансарду открою тот кадр, где еще ничего нет, вот вы видите. Этот дом, именно этот дом мансарда, вот когда уже есть что-то, видим белую стену, это биосинтепон в торце за спиной фотографирующего, такой же точно торец с одним окном. Вот они у нас, наклонные стропила, вот у нас балки, подшитая доска, уже дальше идет керамзит, все, готовы уже к финишной отделке, скажем так, и вот у нас вот этот чертеж. Смотрите по разрезе, как устроено, скажу вам еще чуть большего. И почему я захотел, значит, вагонку сделать повторяя, то есть стоя. Конечно, красиво вагонка смотрится горизонтально, потому что вроде как брус, дерево так кладется, и поэтому это, в общем-то, красиво. Хотя, с другой стороны, сразу посмотрите этот кадр, вполне симпатично, ну, в конце увидите еще уже с уголочками, когда это все смотрится, вполне. Но зато это экономично. Почему? А представьте, вот у вас на первом этаже, допустим, отделана, вы знаете, что вагонка у вас вся шестиметровая пришла, ну, не всегда можно заказать удобно там, чтобы такую-то часть по 4 метра, столько-то по 3. Будет в этом, как правило, всегда страшная путаница, особенно если объемы большие. И вам скажут в последний момент, когда же машина придет, что, да, узнаете, такого нет, или это хуже качество, мы же все хотим для вас, поэтому вот берите всю шестиметровую, или там как. Но вы прочитайте сразу несколько вариантов, чтобы вам знать, сколько брать в одном случае, в другом, в третьем. Значит, потому что, если у нас комната шириной, например, там 4-10, у вас шестиметровый метр 90 остается, вот как у меня. А вот, к примеру, вот эта стойка по высоте, посмотрите, метр 82 у меня вот здесь, вот, например, высота вот эта от пола будет. Так прекрасно, у меня почти без остатка, там, 7-8 сантиметров обрез уйдет. Будут стоя ставиться. У меня где-нибудь остается метр, а вот тут 93 сантиметра наклонная. У меня где-то, а у меня же коридоры там есть, да, и остаются большие обрезки, вот эти 2,36. 2,36 плюс 93, понятно, сколько получается. Там 3,30, грубо говоря, есть и такие, поскольку у меня, например, ширина нескольких коридоров по 2,20. И у меня остается как раз идеальная раскройка. Я считаю, чтобы лишнего не взять, сколько у меня уйдет площадь. Это делается очень просто. Ширину мы вагонки, например, знаем, какую выбрали. Скажем, 12 сантиметров ширину. Рассчитали, сколько у нас в длину пойдет таких вагонок, если мы их поперек открыть, там, сколько у нас погонных метров делим. Получаем, соответственно, количество штук, перемножаем. Мы знаем и площадь, и кубатуру. Все легко, это математически за несколько секунд считается. Теперь смотрите устройство. Здесь уж покажу. Так, для интереса. Вот эта половая балка. Здесь у нас первый этаж. 150 миллиметров здесь. Потом на ребро, видели, вот эту 150 доску ставим. Потом будет пол. Половая доска 36 миллиметров. Ну, у нее есть определенный стандарт. Можно сказать, конечно, и толще. Но никакого смысла нет. Если балочки вот эти поперечные ставим вообще через 35, как я это сделал, сантиметров, да, то здесь хоть более тонко можно класть половую доску, она не шелохнется. С ней есть хитрости, чтобы со временем не скрипело. Ну, сейчас, конечно, сами понимаете, все объяснить не смогу. Ну, не важно. В общем, у нас здесь будущий пол. Мы его пока не кладем даже. Мы знаем, чтобы ничего не уронили. Знаете, особенно если не вы делаете рабочий, там, тяжелый инструмент, дырки на мягком дереве не оставили. И вмятины. Кладем пол. Светлун можно настелить временно из черновой доски какой-нибудь пол, чтобы люди ходили. А даже, знаете, по керамзиту вот такому можно ходить, и, в общем-то, ну, по крайней мере, никто не упадет и не продает ничего. И вот у нас раскройка первых комнат. У нас есть такой план, листок, сколько надо, каких элементов. И люди, делая внизу, или вы сами, если делаете, обрезая, сколько пойдет в остаток, но не на выкид, а на второй этаж, на мансарду, или еще куда-то в какие-то кладовки, какие-то маленькие комнатки, вы откладываетесь сразу в сторону, чтобы не делать двойную работу потом. И чтобы люди с вас не требовали бы рабочий, за вот мы переложили, а вот потом еще переложили. Или осталось, в конце рабочего дня собрали, положили наверх, например, в левую часть такой-то комнаты или мансарды складываете по метр, метр двадцать куски обрез, в другую сторону такие-то. Все прекрасно, все, так сказать, уже ясно. Так, ну и вот дальше. Здесь расположение следующим образом. Поскольку у нас стойки вот эти вот, да, идут вертикально, вот они одна, другая и третья, и так далее пошли, то мы делаем горизонтально вот эти бруски крепим. Для чего? Ну, чтобы потом поперек крепить вагонку, соответственно, тоже повторяя стойки сверху вниз. Значит, между брусками и самими стойками мы делаем как раз вот этот самый, я делаю термофол, как пароизоляцию, как, собственно, теплоизоляцию, и звукоизоляцию, все, она у нас идет прям по стойкам в натяжку, а брусками мы их фиксируем, его термофол к стойкам, и, соответственно, уже потом на бруски крепим через клеймер вагонку. С потолком то же самое, абсолютно то же самое. Здесь даже показывают термофол, потом у нас бруски идут, потом у нас идет сама, соответственно, пойдет вагонка. А вот с наклонными я здесь единственное, почему по-другому сделал, то есть, скажем так, да, это кадр более, скажем, ранний. Здесь, сейчас я секундочку посмотрю. Да, да, все правильно, здесь тоже так показывают. Видите, бруски по стропилам идут на термофол. То есть мы делаем один слой термофола, загибаем его на стойке, загибаем на потолок, чтобы образовался единый купол. Цельный. Швы мы алюминиевым скотчем липким промазываем, проделываем, скажем, нажимаем, чтобы зазоров не было. Теперь что мы делаем дальше? Воздух холодный будет отсюда, он должен выноситься, ведь через стропилы холодную часть до конька, через вентиляцию, через коньковую вентиляцию, а так и будет, потому что здесь будет зимой минус, стойки мы потом утеплим, а вот эту часть можно было бы поставить дополнительную 150 доску, вот здесь вклинить, но мы сужаем внутреннее пространство. Но если я бы делал его как постоянно, так сказать, теплым вторым этажом, то я бы, конечно, сделал, украл бы вот здесь пространство, потому что, помните, 5, 10, а иногда больше, все от длины стропильных систем зависит. Должен быть вынос холодного воздуха, свободный, как турбулентная, как аэродинамическая труба должна быть. А вот в данном случае я пошел просто двойным сутным термофолом, будем использовать только в межсезонье. Ну и летом это не нужно отопление, а межсезонье, собственно говоря, это будет достаточно. Два слоя термофола, один прямо натянули на стропила, потом бруски в этом случае мы прижали к стропилам, повторяя, как идут стропила сверху вниз горизонтально, да, извините, вертикально, ну прям как идут стропила, прям по ним же прикручиваем термофол брусками, а потом второй слой, то есть контрабрешетку, как это делается на крыше с обратной стороны обычно. То есть раскатываем, как здесь и указано, бруски тоже горизонтально земле. Получается, что у нас брусок-абрешетка и контрабрешетка, по ней, значит, между ними мы делаем просто еще один слой термофола, второй, то есть, соответственно, между ними, если брусок толщиной 3 см, воздушный слой 3 см, а вот уже здесь внутри мы ставим, соответственно, вагонку, отрезаем, у нас даже меньше, чем 93 см она будет, потому что сузится вот за счет отбора по 3-4 см от стоек расстояния, да, то есть ширины комнаты и высоты, здесь в углах будет меньшее расстояние. Так, теперь можно будет делать уже вагонку ставить. Все, вот таким вот образом. Все это, на самом деле, конечно, очень просто. Количество брусков, вы знаете, через сколько сантиметров пойдет. Вы можете это рассчитать заранее. Считается легко. Если у меня, вот как, например, 4 см ширина, 3 высота, строганная с двух сторон, чтобы толщина 3 см была абсолютно ровная, это учитывайте. Брусок спрашивайте, если кто-то будет изготавливать на лесопилках, вам мало ли где, вы находите, прямо вот на непосредственном производстве, вы говорите мне, прямо по штангель циркулю, 3 см или там 2,5 см, скажете, толщина должна быть полностью. Он говорит, значит, строгаем еще с одной стороны, а то они сами же многие ничего не скажут. Скажете, да, но это будет там на 500 рублей за куб дороже. Вы скажете, хорошо. Значит, везде должно быть 3, потому что я буду использовать, чтобы у меня ровно, у меня ровные, скажите, стены. Мне надо просто ровно, чтобы никуда у меня не ушло. Все понятно? Хорошо. Итак, должно быть 3, потом проверите. Ну вот у меня 4 на 3, это значит, как считается кубатура. 0.03 умножить на 0.04 умножаем на 6 метров в длину, умножаем на количество брусков, и мы получаем кубатуру. Вот, например, сегодня мне не хватило, там немного дозаказывали, вот таких вот 0.03 на 0.04, то есть 3 на 4 сантиметра, и длина 6 метров 40 брусков. Это там 0.28, сколько это куба. Ну, я даже по 50 посчитал, это 0.28 куба, 0.03 практически. То есть вообще ерунда, ничто. Так, теперь здесь все-таки более-менее, я думаю, ясно. Потом, если что, по вопросам пройдемся. Теперь переходим к проблемам. Ох, проблемы, дорогие друзья, здесь хватает. Очень много хватает. Сколько лет я занимаюсь, вот строятся у меня дома, там идет отделка, я говорил вам, что раньше у меня даже бизнес был много лет назад, скажем, по строительству переделок многих огрехов за строителем профессиональных домов, там, канадских домов разных. И вот, конечно, ужасно на все это смотреть, когда, например, ты берешь вагонку, да, заранее под нее кляймер, вот эта четверочка 4 миллиметра паз под вагонку кляймер, закупаешь заранее. Ну, я знаю, что у меня много вагонки, я беру, скажем, дешевле, чем на рынках, где-то в 3 раза, то есть просто я беру это в оптовых фирмах, в метизах, и, скажем, ящики этих кляймеров покупают, обходятся просто во много раз дешевле, чем пачечкам отдельно покупать на рынках. Например, 100 штук в пачке, я уже цену сейчас не помню, а в упаковке их там, значит, например, там 50 таких пачек, да. Ну, я беру одну или две упаковки, у меня это хранится, и вот под эту вагонку оговорили, причем приехал, промерил на место. Вот сейчас с вами прям сразу давайте буду говорить последний свой случай. Слушайте внимательно. Значит, о чем надо, о чем я хочу вас всех предостеречь, на что напоролся уже в который раз сам, доверяя людям, так сказать, и вроде люди, понимаете, заинтересованы в виде, какие объемы я беру, и буду брать, что у меня сколько домов строится, и будет строиться, и они заинтересованы, и действительно. Но вот, и тем не менее, смотрите, как развивалось событие. А потом я вам прямо на фотографии буду все это показывать, какие проблемы. Значит, посмотрели вагонку, они прямо уже, говорят, приехали к ним на производство. Ну, скажем, это не производство, это такой большой склад, где они работают, просто являются дилерами разных производств. Раньше я брал и на самих производствах, там тоже есть свои нюансы определенные. Ну, буду вспоминать, буду по ходу говорить. А пока смотрите, о чем хочу здесь акцентировать вам внимательно. Ну, вот представьте, что смотрим мы ангаря, смотрим только привезенную вагонку с разных производств и в Вологонскую. И там какую-нибудь там, там, какой еще, там, значит, очень северных там разных, архангельскую и прочее, и прочее. И вот, значит, я говорю, что мне нужна вагонка. Все-таки я посмотрел все и сказал, я хочу взять вагонку, которая имеет ширину 12 сантиметров, больше мне не надо. Они говорят, вот давайте 14 возьмите, красивее смотрится. Я говорю, я согласен, что 14, ну, шире, красивее смотрится на стене. Но, понимаете, я говорю, в чем дело? 14 при одинаковой толщине, а толщина и там, там должна была быть 14 миллиметров. Я говорю, коэффициент искривления, то есть, когда влажность чуть-чуть не та, так сказать, и другие факторы, ее как лодочкой, если с торца смотреть, может изгибать. Просто вот лодочкой. Я вам даже сейчас вот это покажу, вернусь потом. Ну, вот смотрите здесь. Вот видите, да? То есть, когда лодочкой вот изогнуты они идут. И другие виды брака. Я говорю, чем толще при одинаковой ширине, чем толщина больше, тем устойчивее дерево, тем меньше коэффициент изгибания ее. Верно, верно. Я говорю, поэтому я не хочу, наелся, спасибо. Не надо мне 14 сантиметров. Мне, ну, тоньше 8 у них там не было, и я не хотел. Я говорю, вот 12 сантиметров. Ладно, все-все записали, пометили, значит, все. Так, вот такую. Я говорю, я хочу. Да, меня устраивает Вологодская. Показали они действительно очень хорошее изначальное качество. Очень хорошее. Вот даже, вот тут даже маркировка Вахонина, так называемый. Это дерево-перерабатывающий комбинат. Говорят они, что это дерево-перерабатывающий комбинат. Огромные деньги вложены, там, станки стоят новейшие, каких только в двух местах в России, где-то в Сибири и здесь. И поэтому она за один проход, сырье, да, превращается в вагонку, идеально гладкую, отполированную, как зеркало. А я просто есть чем сравнивать. Как говорится, вот в последнее время я брал на другой дом свой еще до Нового года, ну, там, осенью брал, да, даже, ну, до осени. Ангарскую сосну. Я потом вам ее покажу. Ну, это просто вот, знаете, ну, это, во-первых, она тверже, безусловно, сосны, и тем более ели нашей, да, даже северной. Кстати, чем севернее, тем дерево плотнее. А это очень важно, потому что меньше волокон, вот этих вот ворса, так называемого, сверху можно увидеть. Легче обрабатывать более твердую древесину в плане гладкости, то есть из хорошей станки она как полированная, выходит как зеркало. И вот такая качественная вагонку, я ее брал Ангарскую прямо из Сибири, тут нашел представителя производства в Подмосковье. Я очень много до этого искал в очередной раз, когда к этой теме подошел, там, года два спустя, потому что мы, я много лет подряд брал, мне делали в Нелидово, это Тверская тоже область, очень порядочный человек, мы с ним хорошо познакомились, так сказать, и я у него закупал огромное количество пиломатериала, но у него специалист, как всегда, пьянки у нас, к сожалению, умер, и он, вот, к сожалению, это просто катастрофа. Он не нашел, он закрыл эту часть производства по вагонке, потому что он просто не нашел людей. Да, то есть это просто поголовное уничтожение народа нашей страны, понимаете, это, конечно, беда, но отдельная тема, ладно. В общем, закрыл. Была очень хорошая вагонка, мы ее могли отбирать. Она была 16 миллиметров при ширине 8 сантиметров, 8 с половиной, то есть она полностью устраивала, как говорится, грех было жаловаться. Ну, после этого я поездил, мой человек поездил по моему заданию, я смотрел изначально очень много на это время, ушло, в общем, посчитал и не пожалел потом, что взяли более дорогую ангарскую сосну. В общем, взяли недорого, ну, к примеру, если она уже в то время стоила где-нибудь там сорт, ну, скажем, у них сорт B, это вот с производства, честно вам скажу, это, знаете, потом его перекупщики, продавцы на рынках, вот перекручивают пачки и выдают уже за сорт A, то есть там очень мало сучков, иногда вагонки вообще без сучков попадаются, иногда там их на метр один-два, естественно, это более высокий класс считается уже на рынках, хотя изначально производство их не так. Но, тем не менее, вот таким образом. У меня где-то из-под Иркутска, по-моему, это была ангарская сосна, значит, ну, практически как лиственница, и красивая текстура, и все меня устроило. Значит, цена была, вот я вам сейчас скажу, не соврать, 23 500, представляете? Закуп, это просто ничто. Сейчас вот даже кто-то говорит, нет, в три раза дороже, я говорю, ну, вот была. Ну, потом повысили, ребята, цену, ну, просто это вот то, что отличает брать у производителей, найти их порядочных, найти людей, это, конечно, непросто. Ну, у меня, конечно, в этом плане наработано за долгие годы, да, там огромное количество связей, тем более, что я почти каждый день что-то новое приходится, мне контакты там и изучать, у меня в базе там их тысячи, может, не тысячи, но сотни очень важных контактов по всем направлениям. Там вот, не знаю, там, присадок в бетон, там, пластиковая арматура в пяти разных местах производства, до там энергосберегающих технологий, пиролизных котлов, там, я не знаю, и светодиодных ламп, которые тоже можно дешевле купить, все, конечно, гораздо, чем в розницу. Кстати, сразу уж скажу, коли этого темы финансов затронул, у меня есть вот инфопродукт номер семь по строительству, это глобальный труд, там несколько вебинаров и платных, которые закрытые проходили по строительству от А до Я, и мои практические занятия вот как раз в Карташино на примере всех моих домов, строений. Вот, огромный труд, вот я очень рекомендую вам его приобрести, но потом мы вам покажем там, что вот там, туда включается комплект моих знакомств, что стоит, конечно, ну, сами понимаете, чему? Многого, потому что действительно наработанные годами вот эти контакты, я там все как бонусом передаю. Теперь дальше идем с вами. Вот смотрите, что было, как развивались события. Я сказал, меня, в принципе, то, что я увидел, это устраивает. Доверие есть, потому что и люди заинтересованы, ну, уж куда более заинтересованы вы, чем надежного, значит, я у них на 500 тысяч купил, а потом еще, как говорится, сколько раз брать. Да, и вот даже они, представьте, что было дальше. Ну, приехал, значит, мы говорили, ширину, толщину, все, посмотрели образцы, я говорю, они мне еще сказали, будет свежая поставка, прямо мы вам ее прямо с фуры перегрузим в другую фуру, все согласовали, дополнительные материалы, ну, в общем, все отлично. Мой человек приехал контролировать процесс при момент загрузки, значит, то, что, ну, там понятно, суета, так сказать, это, значит, он посмотрел, вроде все в порядке, но насколько он посмотрел, поэтому всегда скажу, будьте сами, всегда смотрите сами, значит, лучшего варианта нет, если, конечно, разбирались, хотя хитрые товарищи продавцы тоже умеют манипулировать, в том плане, что там устраивает излишнюю суету, да тут все хорошо, там за, ну, меня это так не проведешь, но очень сильно действует на людей, вот, ну, я не могу ездить, к сожалению, у меня каждая минута считана, а тут вот все-таки пожалел. Ну, ладно, что дальше было? Приезжает фура, смотрят на месте, все разгрузили, опять-таки, так сказать, как посмотреть сейчас, ну, все в пачках запаяно, что разрывать пачки все, так сказать, а вроде вот все должно быть отлично, ну, ладно. Вот, и потом выясняется, до работы доходим, что, вот обратите внимание, давайте сразу смотреть на эти проблемы, да, во-первых, часть вагонки, вы можете себе это представить, не по заявленной договоренности, не 12 сантиметров шириной, а 14 сантиметров, то есть часть 12, часть 14. Потом, паз у части вагонки отличный, клярммер четверочка входит, а в другой нужна, ну, как минимум пятерка. А представьте, при соединении таких папа-мама вот разнокалиберных досок, что происходит, смещение паза, и, значит, на 2 миллиметра вагонка будет выпячиваться, либо углубляться. Подбирать это, там, играться что-то куда-то в отдельные комнаты, зачем нам это все нужно, правда? Поэтому на месте надо сразу смотреть, вот этот момент учитывать. Дальше. Ну, вот я вам сейчас еще покажу, видите, вот на этом хорошей фотографии видно, что, так сказать, не входит вот это вот. Причем вот, кстати, здесь очень качественная, кстати, обратите внимание, вагонка, шикарная обработка, да, и текстура. Ну, вот если бы вся такая была, ну, грех жаловаться вообще только, как говорится, поклон до земли, и можно даже премию дать за... Но это, как говорится, понятно, что есть такой сорт экстра, она действительно должна быть вся такая, но, извините меня, она стоит там в три раза дороже, когда такие объемы тысячи метров, там, это крайне накладно, тем более, что, собственно, на мой взгляд, и не нужно, чтобы она вся была идеальная, без сучков, ну, разве что в какие-нибудь особенные места. Так, теперь дальше, обратите внимание здесь, видите, обзол, даже это попадалось, это вообще относится уже к категории не А, как указано вот здесь, а даже С, то есть это обзол, это просто страшный брак, выбойные сучков, пробойные, которые видны, сейчас вот мы посмотрим дальше, каким образом. Так, вот тут скрыли специально несколько пачек, я потом скажу, как развивались события дальше, пока смотрим проблемы. Обратите внимание, даже здесь невооруженным глазом видно, что толщина, вот, скажем, вот здесь, видите, какая, а здесь другая, уже, то есть она варьирует, еще раз, от 14 миллиметров, толщина уже, до 12 миллиметров, а 12, извините меня, это то, что я, во-первых, не заказывал, это я бы такую не взял, потому что это то же самое, что брать вагонку, скажем, 14 сантиметров шириной, при 14 толщине, что, конечно, мало, и любые перепады влажности, особенно неидеально высушенная или неправильно хранимая вагонка нам брать могла влагу, потом при высыхании деформироваться, или наоборот, оно будет, да, резко сохнуть, или влажнится у вас в месте хранения, в общем, это все надо учитывать. И вот, давайте посмотрим, значит, во-первых, толщина, о чем я говорил, да, за этим следите до, в период, как непосредственно покупаете, отбираете материал, или договоритесь, что вот вы прямо отобрали, отложили в сторону, потому что на это время уходит, тем более, если будет отбирать, мерить, это серьезное дело, и потом уже в сторону, чтобы это действительно, ну, конечно, подменить могут, но и такое бывало. Вот, тем не менее, или прямо при вас, что и машина загружается, самое верное дело, вы контролируете все, проверяете, смотрите кривизну по торцам, на что внимание обратите, чтобы лодочки не было, толщину одинаково, вы штангель циркулем проверяете, значит, влажность, причем, заметьте, с торцов, особенно если пленка повреждена, влажность может быть выше, до 15% это не страшно, если у вас в середине с торцов, скажем, в центре, вы меряете, а там, скажем, допустим, 10-12, в принципе, нормально, смотрите на состояние, должно быть белое, без всяких там, ну, и, конечно, заводы качественнее, безусловно, само сырье изначально, чем севернее, тем лучше, значит, где резко континентальный климат лучше, древесины более плотные, это у нас что там за Уралией, это особенно восточная Сибирь, ну, и западная, это та самая ангарская сосна, если мы говорим о сосне-лиственнице, тем более, ну, я не говорю сейчас там о дубе, вы все прекрасно понимаете, что там бук – это плотные породы, а наша самая распространенная вот сосна, я во второй дом взял именно сосну, причем у меня было условие, что там именно будет только сосна, они говорят, да, оттуда делают только сосну, потом уже оказалось, что они наврали, что там процентов 30 ели, а это значит сучков больше, вот мы сейчас с вами посмотрим, обратите внимание, вот это огромное количество сучков, причем с такими смоленными карманами, то есть то, что является вообще сортом С, такое количество сучков, причем есть и в краях, ну, вот такие выбоины назовем их, где выпады сучков, вот эта вагонка, например, да, она на сорт Б абсолютно, на А даже, я бы сказал, если она идеально гладкая, тянет, кроме вот этой части, вот это вот нормально, в принципе, красиво смотрится достаточно сучки после нормальной обработки на стенах вполне. Так, какие дальше были проблемы? А вот как раз видите, где паз входит, вот папа, вот мы ее вставляем, эта-то часть видна, это брак, такую вагонку нельзя, ну, конечно, ее можно использовать, обрезав на куски, посмотреть, где она находится, если, конечно, она пойдет куда-то на раскройку, на мансарду ту же, безусловно, но опасайтесь еще вот таких вот выпадов, сучок, который может полностью отпасть, когда вагонка будет засыхаться, он просто может выпасть. Конечно, и это дело поправимо, тут можно чопик вырезать, поставить и потом, так сказать, запокрыть тонировкой, в общем-то, особо видно не будет, но все-таки зачем нам лишняя работа, правда? Теперь вот, видите, тут крупные вот такие проблемы. Дальше. Теперь внимательно обратите внимание на покрытие, то есть не на покрытие, а на шлифовку. Видите, здесь такие ворс, про грязь я сейчас не говорю, это могло быть повреждение работниками. Вот здесь хороший снимок видно, очень прекрасно. Идет станок, и посмотрите, как он мягкую часть выдирает, это, конечно, очень, это брак производства. Значит, несет за это ответственность, кто производитель, да, перед кем? Перед вами? Нет. Перед своими поставщиками. А, значит, вы должны спрашивать с ваших. И вот, конечно, все пачки не открыть, не просмотреть, но несколько пачек стоит с разных мест вытащить и просмотреть. Например, из 30 там вагонок, что будет, попадется, какой процент. Это все-таки некая такая, знаете, статистика уже будет. А это, чтобы сделать, загладить, это нужно ее шлифовать, полировать разными. У меня для этого, кстати, я даже специально приобрел уже потом две машинки дополнительно. Это ленточная шлейфмашинка, мощная, там, макитовскую я беру все время одну фирму, там, значит, меня просто привозят на дом, очень удобно. И качество беру из профессиональной серии, более дорогую, но в которой можно, как говорится, в три смены работать, как говорят. Широкую ленточку, значит, теперь сплошная называется лента, так называемая, с разной микронности, от там зерно и, значит, 60 и 80 крупное зерно, и вплоть до 120, тут уже 240, там даже и нет смысла, как зеркало было. Но и эксцентриковая машинка, которая вращается вокруг своей оси, значит, для каких-то участков она лучше будет. Ну, тем более я брал еще для пола, на всякий случай. Так, теперь вот это, конечно, все придется либо полировать, либо выкидывать, чтобы вам будет экономичнее, значит, ну, лучше такую вагонку не брать, поэтому это учитывать, вот этот очень важный факт. А представьте, если пропитать такую вагонку, что будет? Слой краски будет неравномерный, у вас будут пятна темные, пойдут на фоне более светлого, стального тона. Более того, какая еще проблема? Посмотрите, сколько бороздок. И деревесина здесь мягкая, пропитки сюда уйдут, я уверяю вас. Вот, например, заявлено производителем, что один слой на 20 метров, да, первый. Второй, как правило, меньше на 15 метров, допустим, если пропорцию такую брать, пропитки. Так вот, у вас может уйти метр, то есть один литр не на 20 метров, а на 5 метров. Я сейчас вам хочу презентовать, и сегодня, как всегда, когда я веду какой-то вебинар, я даю возможность с большой хорошей скидкой приобрести тематические продукты, очень важные. Но, в частности, сегодня я хочу сказать, пока я говорю, Дмитрий, я думаю, выложит, вот, значит, выше чата, но он меня поправит, если где это, чтобы вы это увидели, ссылочку, по которой, если вы нажмете, значит, вы зайдете на продающую страничку, мой блог, мой раздел, сегодня Дмитрий должен был специально для нашей конференции сделать его акции, раздел, где будет два комплекта, а вернее, предложение будет три. Сейчас объясню. Первый комплект – это по экостроительству. Мой два комплекта продукта, которые охватывают все, начиная там планировки и изготовления разных типов фундаментов до отделки, энергосбережения, коммуникации, всего-всего прочего, то есть вообще все, вплоть до септиков там. Ну, то есть это уникальный продукт, номер семь он у меня называется. Там же комплект идет вот этот вот информационный контактов. Дальше. Там инфопродукт, номер, по-моему, 15. Второй мой продукт по строительству, это уже семинар, куда приезжали люди обучаться, так сказать, строительным приемам. Следующий я постарался максимально там, не повторяюсь, открыть новые интересные технологии за этот год между продуктами, что произошло. Там очень много ценной информации, огромное количество слайдов, всего более 700, я думаю, которые комментируются подробно, чертежи. Так, значит, это комплект по отдельности, вернее, десятый продукт стоит 10 тысяч, 5 тысяч стоит номер 15, комплект, продукт номер 15, комплект этот вместе, 15 тысяч, но сегодня цена будет для вас 10 тысяч всего. Будет такая возможность. Вы сможете приобрести, нажав дальше, как оплатить. Если вдруг что-то не поймете, но вдруг не получится, вы напишите на мою почту aravanosobakabikey.ru, значит, Дмитрий ее в чат сейчас тоже почту выложит. Значит, второй вариант, вы можете прислать запрос, мы вам просто скинем, вы можете оплатить на карточку Сбербанка. Собственно, на моем блоге раздел инфопродукты есть такой подраздел, вы можете мышкой навести на раздел инфопродукты, увидите оплата, каким способом, возможно, оплата. Там разные варианты, может быть, вы за границей, и тогда через Paypal, ну, в общем, там указано, как это можно сделать. Это первый комплект. Второй комплект. Это тоже темы связаны, хотя это не строительство, но это органическое земледелие, это продукт номер 3, номер 4, где начиная от работы с семенами, с проростками, с пересадкой, пикированием, черенкованием, ну, то есть там все, вплоть до работы с почвой, с грибами, микоризами, с, так сказать, агроприемы разного, то есть там огромная тоже бесценная информация, практическое занятие трехдневное из моего поселения, с моего хозяйства, рассказ подробный, и объяснение технологий про зимние сады, теплицы, ну, в общем, там огромное количество информации полезнейшей, так вы найдете. Это номер 3, номер 4 продукта, они стоят 5, то есть, извините, 6 тысяч плюс 10, это 16 тысяч, сейчас у вас будет возможность за 10 тысяч этот комплект взять. И есть особое предложение, это предложение третье, где два комплекта, то есть два продукта по строительству и два по органическому земледелию вместе, они уже со скидками, как бы 20 тысяч, потому что порознь 31, да, была бы цена 16 плюс 15, так вот 20, но мы сегодня сделаем цену вообще 17 тысяч. То есть будет цена 17 тысяч. Это цена в два раза ниже, чем номинал, хотя и там цены не велики для того продукта, тех продуктов, которые вы сможете получить, что вы сможете какие, во-первых, и сэкономить время, деньги, нервы, все что угодно. Так вот, я делаю такую возможность сегодня, и еще останется у нас завтрашний день. То есть завтра вы сможете произвести оплату и получить по этой цене, потому что потом цена будет уже номинальная, стандартная, хотя, в принципе, она, как я говорю, невысока. Итак, я думаю, Дмитрий уже положил, и вы видите эту, наверное, ссылочку, значит, по которой вы можете зайти и подробнее посмотреть про эти продукты или сейчас, или чуть позже, значит, просто через мой блог, который вы все знаете, безусловно, зайти, в раздел инфопродукты, и там будет подраздел акции, и там просто нажать вот то, что сейчас как раз там появилось. Плюс вам уже, значит, скинули в чат, я думаю, вот эту ссылочку. Ну, или самостоятельно, вы это можете сделать легко, как я объяснил. Еще раз, потом Дмитрий, наверное, скинет. Теперь давайте, пока у нас есть такая прекрасная возможность, есть звук, и меня, ну, слышно меня, и видно презентацию, идем с вами дальше. И так вот этот ворс, вы поняли, что это такое. Ну, ворс классический, я сейчас покажу, а это вообще просто резон выходящий, это когда видно, как, значит, вырваны куски, значит, вот дерево. Вероятно, ножи не точили на станках, должны каждое утро смены специально приходить, уже отточенные, идеальные. Ну, вот такое наплевательское отношение к делу, такой, как говорится, раньше было у ТК, сейчас это даже не знаю, как назвать. Еще тыкают какими-то гостами потом, знаете, как начинают нагреть. Сначала у них все хорошо, у мерзавцев. Потом они тыкают, начинают, что, мол, гост, я говорю, ну, им плевать, подавите своим гостам, мне нужно, чтобы было качество нормальное, соответственно, чтобы это по совести было. Вот главное, мерило, как должно быть совесть человеческая, а не законы проклятые, которые могут быть и так, и сякостолкованы, и не всегда законы, там, административные, уголовные, положения какие-то, соответствуют законам совести. И тогда эти законы поганы. Вот. И, значит, надо их менять, и тех идиотов, дальше. Идем с вами уж, так сказать. Вот, смотрите, тут мы, конечно, что видим. А вот тут классический ворс. Вот он. Вот он. Когда стоит морилочкой, любой пропиткой, чуть покрасить, сразу будет видна разница. Ну, потом увидите. Прямо такие точки пойдут, выделены, и сразу это некрасиво. Что мне сейчас, значит, ну, давайте, что оставалось здесь? А вот это вообще звон ряда, когда вы видите, тут аж сколы прям, вырванные участки. Так. Теперь давайте, расскажу, ну, остановлюсь, допустим, на каком-нибудь качественном кадре, что все-таки, допустим, вот на каком-нибудь этом. Что было дальше? Что было дальше? Я, в общем, устроил им, ну, так бы, грандиозный сбучку, скандал. Значит, говорю, вы, собственно, как поступили? Ну, ладно. Не буду, хотел вам даже аудиозапись, я даже записывал это все, разговоры, продемонстрировать ту наглость, с которой сразу, да, так сказать, нечестные люди, защищая свой, так сказать, кусок, который они могут, то есть копейку, как говорится, которую они потом просто больше потеряют и еще покажут себя, как непорядочными людьми себя покажут. Так вот, они, естественно, вести себя стали непорядочно, стали, так сказать, любой ценой отстаивать свою якобы правоту, хотя ее настолько аргументы были сильны, фотоотчет, все полностью, значит, и так далее, что не смогли сказать. И мы договорились о том, что они, опять-таки, я большую часть оплачиваю, а не меньшую часть. Машина-то должна прийти, это извините меня, от Москвы, там, сколько километров, 650 километров, так вот, соответственно, машина должна загрузиться здесь с новым материалом, приехать на место, мы должны загрузить, мои люди, все то старое, а там была брака в половой доске, и я уж не буду про половой сейчас говорить, и в вагонке. И это все загружать надо. Представьте, сколько надо людям заплатить, чтобы там, ну, например, там 25-30 кубометров, которые уже унесены куда-то в доме, разложены по пачкам в двух домах, все это собрать, принести на улицу, вытащить, там, куда фура может встать, оттуда выгрузить, оттуда все это загрузить. В общем, это работа капитальная, я вам скажу, и требует больших финансовых затрат. Я им говорю, ну, вот это как нет, ну, это, я говорю, ну, что это нет, ладно, бог с вами, беру, я не рассчитывал эти траты, на третий дом я хотел взять позже, но пришлось, чтобы им как бы было не так, ну, не то, что обидно, но чтобы они больше на уступки шли. Взял еще дополнительных несколько сотен метров вагонки, половой доски, вот, поехал лично, со своими, с двумя людьми, все взял, и влагомер, и штанги циркуль, и другие приборы, значит, стали смотреть. И они мне показывают, значит, я вижу качество поганые, я им все наглядно демонстрирую, образцы, кусочки обрезанные взял, где вот этот брак, и лодочка, и вот ворс, и все прочее. Смотрю, по большому счету, ну, уже серьезнее отнесся к этому, стали снимать одну, не к производителям вагонку, такая же гадость. Я смотрю, где-то 15-17, там влажность, на улице часть хранится, хотя под пленкой, но это, извините меня, там плюс-минусом ходит, и, как говорится, пленка рвана, там напитается сыростью. И, в общем, в итоге они мне сказали, ну, вот есть еще у нас в ангаре, вот такая вот. Я посмотрел, как раз вот это вот там, архангельская там была вагонка, значит, говорит, это тоже прекраснейший завод, я смотрю, действительно, ровная толщина, действительно, 14 миллиметров, гладкая, все устроило. Ну, в общем, не буду долго загружать, что там, как дальше было. Мой человек приехал, присутствовал, капитально, скажем, следил за тем, что, значит, там, ну, естественно, не скрывая каждую пачку, то есть, скрыли несколько, но она была идеальная, и они ее опять-таки нахвалили. Я промерил, кстати, влажность 9-10%, ну, шикарно просто. Ну, взяли все, так, как говорится, взяли. И в результате, когда уже привезли, про пол сейчас не буду, значит, там более-менее, тем более, его шпаклевать, там, склевать, вернее, извините, надо все равно, поэтому там бог с ним, как бы, главный пас ровный, чтобы входил папа в маму, и щель, так сказать, была равномерная, либо вообще щель сходилась, а там тоже были проблемы с нисхождением половой доски, то есть где-то пас вошел в упор, там аж микрона нет, а где-то там раздукно, то есть там, соответственно, неровный пропил, вот этот некачественный, но это отдельная тема. А вот с вагонкой, имейте это в виду тоже. А с вагонкой, ну что, значит, вот, пожалуйста, рабочие работают, у нас в договоре, одну фирму подредил с Пскова, так сказать, дополнительно, чтобы быстрее сделать, не успеваем, они делают, там вот такая проблема, что делаем? Я говорю, какая проблема? Ну вот, вот этот вот ворс, прочее, сделали некучу снимков, я говорю, конечно, это все недопустимо, и там оказалось, эта проблема есть. В итоге, что мне пришлось сейчас делать? Третий раз уже, да, все это, так сказать, ну второй вернее, менять, перевозить, это себе дороже, это уже нервотрепка, мы решили, что придется все это дело просто шлифовывать, брать ручные, вот эти эксцентриковые, ленточные шлейфмашинки и полировать. Я говорю, сделайте мне образцы, они сделали, я говорю, отлично, гладко все, он говорит, идеально, ну что делать? Делаем, ну договорились там дополнительных 130 рублей за квадратный метр за шлифовать покрытие, причем один слой делают внизу, пока не прикрутили, а второй уже там полировывают по месту, почему он на месте? А потому что вот этот паз, который косой, его можно пока вагонка не прибита хорошенько пройти, а иначе, если бы вагонку уже прибили и будете шлифовать по набитой вагонке, вот этот пазик, это будет трудно сделать, придется специальную насадку брать с лепестками с такими, чтобы под углом сделать, это просто сложнее, как говорится, мучиться немножко придется, ну ладно, бог с этим, так сказать. Вот такая ситуация, а для чего нужна идеальная гладкая вагонка? Ну понятно, красота, во-вторых, расход краски сразу, он должен, он не уменьшается, он в норму придет, чем меньше пора, тем, чем она больше закрыта, тем меньше пойдет краски, то есть потом в идеале все-таки вот 240-й, там 180-й шкуркой где-нибудь в этом пределе пройти бы стоит, дополировать сверху, потому что тогда микроскоп меньше расход будет краски. Кстати, пропитки расход, особенно если она на водной основе, да, особенно если она не какая-нибудь воск, там, воск-лак там какой-нибудь, да, или воск, так вот тогда твердая древесина, туда уходит меньше пропитки, например, на ангарской вагонке совсем чуть-чуть. И еще один момент, если доска, то есть вагонка из мягких пород дерева, вот та же сосна обычная, не северная совсем уж, то ее может деформировать от пропитки, если от пропитка, имейте в виду, выбирая пропитку на водной основе, представьте себе, вот серьезно, прям пропитывается, и она чуть-чуть изгибается, была до этого идеально ровная, поэтому тут уже делать надо так, либо выбирать хорошую, очень прочную древесину, которая не деформируется, проверить прям образцы, взять, попросить бесплатно дадут, даже или пусть даже за деньги, и попробовать взять образцы той пропитки, какой вы хотите, по вашему цвету, фирме, по экологичности, и пропитать самим, и посмотреть, изгибается ли нет вагонка, деформируется ли, например, ангарская сосна, абсолютно нет деформации, она это и есть, и поэтому тут в данном случае, поскольку мы уже купили определенную пропитку, значит, и много запаслись, значит, мне по определенным критериям все понравилось, то я сейчас придется что делать, либо менять пропитку на этот дом, где действительно на восковой основе, чтобы ее не вело, либо проверили, когда она закручена, на кляймера зафиксирована, да, в помещении уже температура у нас достаточно высокая, во-первых, мы специально греем, сейчас я расскажу, как, чтобы поддерживать влажность определенную при строительстве, пока нет электро, либо какого-то иного отопления, а для того, чтобы в рамках, в определенных пределах держать влажность дерева, каждое утро она проверяется, влажность вагонки, которая лежит, которая прибита, и мы смотрим, чтобы это было колебание не более, там скажем, от 12 до 15 процентов, потому что когда у вас будет 70 процентов примерно влажность, которая для здоровья полезна внутри помещения, температура средняя 22-20, то вагонка сама по себе будет примерно 15 процентов влажности иметь. Если у вас будет иссыхаться и помещение будет 60 процентов, она может высохнуть и 8 процентов влажности иметь внутри, тогда она просто рассохнется и из пазов как бы выйдет, будут щели большего размера, чем если вы прибьете ее плотно, поэтому надо иметь в виду, если вагонку вы прибиваете, вы прикручиваете на кляймеры, скажем, идеально сухую, идеально сухую, 8-10 процентов, надо оставлять микроскаль, там по миллиметру 2 шов, щели между вагонкой, чтобы они не плотно, папа в маму входил. Почему? Потому что она обязательно будет набирать влагу и тогда она разопрет ее и у вас волной пойдет, вся работа будет на смарках, все перекладывать придется. Представляете, вот это вот очень важный момент, имейте это в виду. А если у вас наоборот процентов 17-15 и выше, тем более влажность вагонки, вы ее будете набивать, она у вас потом в помещении с нормальной температурой уже высохнет и она сохнется, тем самым оголятся вот эти швы между ними. Если вы протонируете заранее, а швы не протонируете, вот эти торцы, да, папа, мама, с двух сторон, то тогда у вас что получится, белый вот этот выйдет там шов, будет некрасиво. Ну и к тому же, кстати, шов может выйти достаточно сильно, так что иногда вагонка аж падает прям. Это если она была там за 20% влажности, а потом у вас сухо стало в комнате, 60% влажности в помещении, а то и 50%, особенно когда, знаете, где бывает, где канадские каркасные дома, там гипсокартон, там может высохнуть при 50-60% в помещении влажности, так что если вагонку положить, она там 6,5 была бы. Естественно, ее так сожмет, причем чем шире вагонка, обратите внимание, бывает 16 там сантиметров, вот 14, так ее так сожмет, что она из пазов просто может выйти, там уже шов даже будет тоже держаться, может не держаться. И у меня такое было лет 15 назад и раньше, когда мы это не учитывали. Тогда получается, что всю вагонку надо снимать и перекладывать заново, представляете? Но если с полом, там все-таки толщина какая, доски, там понятно, щели в любом случае будут, пока не адаптируется дерево к вашему непосредственно климату, что называется, микроклимату, там, поэтому оно и не фиксируется плотно сначала, половая доска, она все перетягивается, ну так положено, тогда идеальной будет, щелочки вообще не будет через определенное время. А с вагонкой все-таки, извините меня, это не так. Есть еще один хитрый прием, это зафиксировать влажность, но тогда это не совсем экологично, или очень большой расход материала, объясню, как со всех четырех сторон уже пропитывается она тем материалом, ну допустим, из экологичных это может быть какой-нибудь там шерлак, или допустим, сейчас скажу, лоскутный воск, который в Сибири делают, то есть это прополис, воск и скипидар, и вот тогда он обволакивает, значит, вот если лить воду на вагонку, просто капельки прям будут аж круглые такие стоять, скатываться, как по синтетическому материалу, но это натурально, безусловно, просто в поры не будет впитываться, так сказать, влага уже, и если со всех сторон обработать, раза два, три пройти, то тогда, конечно, это вы уже зафиксируете внутри влагу, она никуда не денется, то есть как прикрепили к стене, так она и будет вагонка, или второй не экологичный способ, ну например, набираете, конечно, в идеале какой-нибудь средний показатель 12% влагности, подсушили помещение, погрели, ну вагонка примерно 11-12% влажности, и обработали ее, ну чем надо, пропиткой, а потом взяли и лаком, каким-нибудь полиуретановым, который, конечно, после высыхания, ну по крайней мере, в том плане экологичен, что не выделяет никаких уже токсичных веществ абсолютно, обычно это пол покрывают полиуретановым против истирания, да, он такой бывает глянцевый, полуглянцевый, разный, сверкающий, яркий, кому как нравится, со всех сторон, если это сделать, она тоже уже, доска не будет, и ватт доска, и вагонка, никакое дерево деформироваться, это имейте ввиду, просто вам вот эти все подсказки, я сказал, так, теперь давайте поговорим с вами о чем, дальше, если у вас возникли еще раз, говорю, вопросы, вы их оставьте, но потом мы с вами после разберем, теперь давайте я другой раздел покажу, называется снаружи, мой дом в Подмосковье, который, собственно, когда-то была его часть сделана кирпичом, фасад, так сказать, определенные части были пластикой, вот этой вагонкой, ну, собственно, вот старая часть дома, где, ведь он же 90-е какого, сейчас скажу, восьмого года постройки, вот эта старая часть, по крайней мере, а тогда пластикой, вагонкой фирма, у которой мы заказывали, просто делала, ну, что называется, по проекту там, вот, в итоге я решил убрать, утеплитель, тогда там был, конечно, не Року, а, значит, другой утеплитель, но он был не наш какой-то, а прямо из Канады привезен, в этом смысле, конечно, лучше, однако, все-таки не экологичный, поэтому я решил перебрать несколько лет назад, дом полностью, и вот, посмотрите, обратите внимание, уже не буду сейчас говорить про конструктив, кстати, значит, вот весь этот конструктив, десятки фотографий, прямо вот от момента, как был дом, да, каждая стена, как она разбиралась, какой конструктив, какие там слои, чередования, чего, вот это все подробно, всю технику я объяснял, и все подводные камни, проблемы, какие с этим были, обнаружили мы в результате, кажется, скрытие покажет, да, вот показало, что сделано было качественно, фирма, что некачественно, вот это все я рассказываю на своей, на своем вебинаре последнем, это инфопродукт номер 15, если я не ошибаюсь, который когда-то входит в комплект, который я вам сегодня предложил, большой комплект по строительству, где два инфопродукта, которые вот за 15 тысяч, а сегодня 10 тысяч у вас возможности купить есть, то есть я очень рекомендую, там действительно колоссальная, у меня важнейшая информация есть, теперь смотрите, вот внимательно, видите, какая ширина, то 20, сейчас скажу, 4 сантиметра, это четверть, так называемая, то есть она уже имеет толщину, там 25 миллиметров, я даже сейчас параллельно замерю, у меня тут штанг-лицеркль, да, я потом вам покажу еще, значит, оп, смотрим, да, 26 миллиметров толщиной, ну естественно, при такой ширине, представляете, да, чтобы ее не повело, и то вело потом, потому что кто же досушивает ее идеальным образом, а чтобы зафиксировать, и при такой ширине, конечно, это красиво смотрится, но представьте, да, все-таки, ну как брус такой прям лежит, и, кстати, лакированный, что я тут применял, я применял в качестве пропитки, мне этот цвет нравится, сенешаковый декор, цвет вот такой вот, значит, такой сосна, золотистая сосна, значит, дальше, яхтовым лаком мы покупали, ну, по-моему, может быть, даже текурила, в свое время она была еще, подделок практически не было, и полиуретановый лак, вот это яхтовый такой, да, в принципе, неплохо, но тут есть одна проблема, ультрафиолет, как бы не уверяли, он боится, и через два года, если прямое солнце, южная сторона, там начинается на год на два, на три раньше, южная сторона, начинается полиуретановый лак, пленочками такими отходить, прямо вот как перхоть ссыпаться, и тогда, соответственно, сразу выгорают слои, меняется краска, цвет, но, в общем, этот вариант не идеален, скажу, какой, если мы все-таки выбираем внешнюю отделку вагонка, там, или четверки, вот имитации бруса, любым другим вариантом, расскажу чуть позже, тут, видите, тоже бруски, термофол, конечный слой, почему именно здесь так, я все объясняю, значит, здесь не опасно точки росы в данном случае, тоже объясню, почему, но это все я говорю на специальном уже семинаре, который в том числе, не только и это, но мы разбирали, и вот этот объект, этот дом подробно, так, давайте посмотрим с другой стороны, видите, вот как смотрится, если поддеть, тут надо либо раз в два года южную сторону, и раз в три года остальные части дома еще раз покрывать лаком, но хотя сейчас я это вообще не рекомендую, сейчас я вам с уверенностью скажу, что все-таки я бы делал, если бы так, уже два в одном, где пропитка соединена с лаком, тогда это гораздо более, знаете, монолитное получается покрытие, и только так, фирму тоже назову, которую я выбрал лично для себя позже, вот видите, сзади уже как вот красиво достаточно, тут труба, и это все будет облицовано вот таким, ну, оно уже облицовано, а потом уголочки, раскладочки, получается, очень весьма красиво смотрится, вот давайте с другой стороны посмотрим, и все же в нескольких местах доски выперло, то есть как бы они стали дугой так поотносительно друг к другу, их просто выперло, это что значит? Значит то, что их совмещали очень плотно, очень плотно друг с другом, и все-таки дерево было достаточно сухое, действительно, часть того лета, когда производилась эта облицовка, дни некоторые были безумно теплые, и если на солнце рабочие перегрели в огонь, она могла идеально высохнуть, там чуть ли не до 6,5 там влажность, когда ее покрыли, все-таки, значит, может быть торцы не обработали где-то, ну, в итоге, конечно, при такой разнице колоссальной зима, так сказать, на второй зиме, получилось так, что в двух-трех местах как бы их выперло, ну, мы там часть разобрали, в общем, нормально в итоге положили, но имейте это в виду, то есть равномерная влажность должна быть в идеале, и если мы говорим о фиксации на улице, то вот тут точно будет не лишнее, пройтись лаком со всех четырех сторон, если мы говорим о лаке полиуретановом, допустим, или о пропитке непосредственно, которая, кстати, тоже не менее, ну, скажем, достаточно экономично, если мы, например, вот возьмем, ну, я приведу пример, Гори, например, фирма, по-моему, она там шведская, если я не ошибаюсь, я вам образцы сейчас раскройки, раскладки покажу с цветом, ну, вот вы видите, как красиво, когда даже уголочками вот такими окаймовали окна с уличной стороны, да, посмотрите, раскладка между выпускной частью вот этой обшивки тут поперек, мы взяли вагоночку такую 8,5 сантиметров шириной, пустили раскладку внизу, уголок, ну, смотрится достаточно симпатично, разумеется, тут простор для выражения огромен, посмотрим дальше, когда уже положили обратно на место вот этот кирпич, значит, вот этот тычковый, такой американский, финский он так называемый, он делает с эспрессованного песчаника при давлении 200 тысяч атмосфер, он как гранит по плотности, и маленький кирпич, там вот под 2,5 килограмма весит, ну, в общем, в результате, это действительно очень хорошее покрытие, у них, конечно, ограничены цвета, я бы сейчас использовал, скажу так, забегая, если мы говорим о кирпиче, от возможности, если, конечно, облезборка будет из кирпича, либо вот такой кирпич, либо клинкер, конечно, хороший клинкер, хоть и делают, человек говорит, под Питером, но это не то совсем, это даже взглянуть просто через фотографию, можно, чтобы понять, как, конечно, клинкер какой-нибудь немецкий, или даже хотя бы польский, конечно, в связи с евро, с курсом, это сейчас очень дорого, но если объем где-то небольшой, какие-то участки, то лучше взять такой, или этот, конечно, он достаточно недорог, можно выйти на производителей, вот как выглядит уже вместо белой вагонки, не пойми какой, дом как будто действительно брус, ну, собственно, дальше только поддерживать порядок, а я вам говорил, обгорание очень опасное, лак полиуретановый нанесенный вот именно отдельно, он будет обязательно шелушиться, трескаться уже начиная через год-два, и на северной стороне через там 4-5 лет, но если где-то защищено, вот, например, как здесь видите, поликарбонатный навес, то те части вагонок, что идут с ними, никогда не будут повреждены, это пройденный вариант, у меня есть, например, одна покрытая таким образом, по этой технологии лет, так сколько уже прошло, 16 назад беседка, куда солнечные лучи, не попадают, да, естественно, потому что шатровый, так сказать, вот такой шестиганник, как было 15 лет назад, так точно и осталось, вот прямо, вот прямо один в один, то есть ультрафиолетовые лучи, как бы там ни говорили, фильтры, все это ерунда, но на год позже будет, вот мой дом, скажем, в нашем экопоселении, в Ржавском районе Тверской области, трехгранная пирамида на две стороны, вот симметрично идущая, по русским сожжениям полностью построенная, вот здесь облицовка, кстати, обратите внимание, забор, но он не блестящий, потому что мы всего лишь покрыли вот этим вот тем же, так сказать, аквадекором, который, конечно, уже дождями там постепенно выцвел, сошелся, но это раз в 4 года обрабатывать в этом случае надо, либо ставить козырек, используя столбы, и такой козырек делать над вагонкой, то есть вот над этой, а мы ее, видите, как вагонку взяли, ну, четверть, скажем так, это четверть, которую еще в Нелидово тогда заказывали у моего знакомого, и просто подрезая лобзиком, вот так вот, размеряя карандашом, делали такой чистокол, красиво, красиво вполне, ну, по крайней мере, значит, нам здесь, вот мне это понравилось, и сделали так, ну, нужно ухаживать за всем, это понятно, есть методики, при которых дождь, главное, не пускайте дождь, солнце, это и солнце, здесь лаком нет, конечно, смысла делать, хотя я бы сейчас вообще, честно вам скажу, что бы сейчас я делал забор, если вот такой деревянный, я брал бы просто уже не строганую, не такую вот более дорогую, а по 6500, сейчас цена какая нормальная, 6500 закуп, дюймовки, в общем, не строганый, ну, строганый, вернее, но не шлифованный, да, да вы знаете, даже, ну, обычный, вот пиломатериал, только дюймовочку, ну, например, 25 мм толщиной, сотка, ширина 100 мм, либо 150, и, также, например, заострил бы, или без того, значит, винтовые сваи, это достаточно экономичный вариант, профиля поперек, и сами бы, то есть, у фирмы сказали бы только свайный каркас, и сами бы эту дюймовку, благодаря, там, нашим знакомым, родственникам, волонтерам, ну, у кого какие возможности, сами постепенно сделали бы этот, сделали бы, привинтили бы через нодированные саморезы, чистоко, к профилям поперечным, которые стоят на винтовых сваях, так вот, я бы обработал это глиной, во-первых, почему, каждый год не надо ничего обрабатывать, пройденный вариант, если глина крепкая, такая, знаете, густая, то уверяю вас, что раз в 3-4 года, не чаще, надо будет, у меня косые прямые дожди лились, как-то у меня сделали одну пристройку, ее обмазали глиной, ну, чтобы дерево не темнело, не, а потом затянулось это дело, и только через 2 года крышу над ней сделали, представляете, что там лили какие дожди, по осени, а Тверская область все-таки дождливая, вообще не изменения дерева нет, если шлейфмашинкой отковырнуть, там, отшлифовать, там, несколько миллиметров, снять белое белоснежное дерево, то есть, и глина просто, поскольку дерево не полированное, у нее есть поры такие микро, и туда глина эта хорошо заходит, просто вот держится идеально, я бы это делал дешево, по мне никакой краски покупать не надо, вот, для забора, оно бы грубее смотрелось, но, так, знаете, винтажно, поэтому, в этом смысле тоже прекрасно, ну, а здесь у меня классический старый вариант применялся, значит, тут тоже частично где-то облупилось сейчас, поэтому, я уже не применяю такую технологию, а изначально красиво, все, видите, блестит, покрытие сначала пропиткой так поведет, потом со всеми защитами от ультрафиолета, там, все это понятно, да, кстати, вот обратите внимание, тут была ошибка какая сделана, давно уже было, много лет назад, завинтили, а я не просмотрел, саморезами черными обычными, вот ошибка, они дешевле, там, я не знаю, там, на 30 рублей за килограмм будут, ну, на 50, в опте, вообще ни о чем, но, дождь попадая, черный металл ржавеет, вот такие потеки, видите, а если были бы анодированные желтые такие саморезы, то было бы все идеально, и через много лет никаких потеков не было бы, красивее было бы, вот этот вот момент учтите, ценную подсказку тоже даю. А вот теперь посмотрите, уже прошлый год, когда сделана у нас, значит, обшита вагонка с улицы, вот, моих двухкаркасных таких домов, в Кушнинских горах, тут, конечно, уголок пойдет, все у нас раскладочки, международные длины большие были, и мы решили сделать по центру стык, поскольку тут 8 метров, а все-таки 6 метров, сами понимаете, это куда, шов мы унесли бы куда-нибудь в сторону, а мы решили сделать его, сделать по центру, здесь по центру, и пустить просто красивую по центру дома раскладочку, как будто так оно и надо, и все красиво было бы, да, вот, ну и, собственно, вот с торца посмотрите, когда окно, оно уже обрамлено вот этим вот наличником, идеальная подгонка, подкраска, и вот по этой вагонке, тут уже мы делали по-другому, бралась краска с лаком вместе, два в одном горе, цвет подбирается, какой ей нравится, соответственно, и обрабатывается, здесь обрабатывали аж со всех сторон, у меня использовалось несколько цветов, на сруб один, сюда другой цвет, ну, в общем, в итоге, вот, что я сейчас единственное сделаю, на всякий случай, с южной стороны, в этом году еще сделаем пропиточку, и посмотрим разницу, если что, плавное изменение будет говорить о том, что и как нужно потом подправить, значит, чтобы не упустить какой-то момент, так, теперь, что я еще покажу, несколько вам снимков покажу, давайте, я назвал этот раздел в процессе, не забудьте, в те места, где будут, вот, у меня здесь, в центре, это светильники, два таких светодиодных, 60 на 60 сантиметров, два друг другу будут, то есть, 120 общая длина на 60, яркий, хороший свет, выведен в центре комнаты, гофра, провод, а здесь, видите, гофрометаллический провод, выведен для обогревателя потолочного, я там, так называемый пионный термоглаз выбрал, то есть, я огромное количество провел экспериментов, там, от каких-нибудь, ну, я уж промасленные вообще, сейчас не говорю, никто не пользуется радиаторы, до отопления, там, водяного, я тут делаю электрическое, по многим причинам, сейчас это объяснять не буду, собственно, я делаю всегда комбинированных, несколько вариантов, здесь будет электричество, еще теплым воздухом отапливаем, все это я говорю на своих вот этих вот инфопродуктах, объясняю, что, почему, зачем, про термоглаз подробно на последнем своем вот закрытом мероприятии рассказывал, который вошел в 15-й продукт, в комплект, который сегодня вам предлагается, так вот, они очень экономичные, новейшие технологии, просто вот люди снимали показатели электрические, переделывали, например, у них был какой-нибудь там, нойер там, норвежский, например, или еще какие обогреватели электрические, инфракрасные, которые экономичные, и они потом просто в два раза меньше платили по чекам, когда заменили на вот эти стеклянные термоглаз, новую технологию, там КПД вообще по 99%, вот, она греет низ пол, посмотрите, у меня пол, что там, в 50 сантиметров терамизита, в 60-й термомасса, вот так, вот, то есть это вот работать как печка еще будет, ведь там действительно много-много тонн по полу распределен, но вот этого и теплоизолятора, и одновременно термомассы, ну, здесь мы видим, что вагонка в идеале должна, конечно, абсолютно, да, следить за этим, как мы горизонтальную линию проводим, сходиться одна стена с другой, шов должен быть идеальный, ровный по потолку, если там несколько миллиметров играет, это никакой роли нам не играет, здесь все равно раскладочка пойдет, вот это нормальная работа, брусок пропитан, термофол, все, шовчики, видите, вот как должно быть, вот так должно быть, смотрим другую комнату, вот, допустим, здесь мы видим тоже встык, все входит встык, все нормально, это допустимое количество сучков, если все шлифовано, и будет все красиво смотреться, вот этот момент, когда угольником показывает рабочий, обратите внимание, здесь в центре ровно, мы видим миллиметра полтора, шовчик, это дали специально, именно потому, вагонку плотно не стали видеть, что она здесь была очень сухая, и я помню, о чем говорил, она будет набирать влажность, и чтобы ее не расперло, мы здесь специально, измеряя влажность, казалось бы, да, партия одна и та же, должна быть одинаковая влажность, но извините меня, вот стоит из пачек, например, в пачках она там, вот вы сразу берете из пачки, она там 10 влажности, а если вы ее открыли, и у вас там не очень сухо, понижается ночью температура, если еще дом строящийся, влажность, как на улице, или чуть ниже, чем на улице, она буквально за полдня может набрать, проверяли, до 15 и больше, вот представляете, что будет, если часть 10, часть 15, вот про что я вам сегодня и объяснял, если она, например, была бы там 12, 15, можно было бы плотно, плотно ее прикреплять, потому что, что может с ней быть, она может высохнуть, просто образоваться миллиметр шовчик, причем чем вагонка уже, вот это, видите, ширина у нее здесь 12 сантиметров, а если бы она была 14, 15, то тогда бы при высыхании вот этот шов был бы уже 2-3 миллиметра, может быть и больше, и тогда может просто паста выпасть, а здесь мы наоборот сделали, это была очень сухая вагонка, и мы оставили вот этот шовчик, чтобы когда она будет влагу набирать, он просто сойдется, смыкнется здесь, примерный расчет произвели, и вот так сделали, имейте это ввиду. Ну вот видно тут уже вот этот вот светильник, это будущая кухня, здесь 120 на 60, есть такой специальный, значит, 68 ватт, он на 500 ватт свет, как отдает, ну, светодиодный, плоский, потом вот это белое некрасивое место, мы просто возьмем уголочком, деревянным, в такой же цвет, как будем красить, потом сделаем, а тут сразу обратить внимание, еще не крашено ничем, и такой красивый окаймов, может быть в цвет, такой темно-вишневый, вот цвет махагона, как окна, да, это будет логично, кстати, раскладочки из такого цвета пустить, это будет отделять зрительно тоже, очень хорошо, элементы дома, конечно, можно, чтобы глаз не о чем застрял, свое внимание именно на окнах, там, на подоконниках, только в темный цвет промарить, если у вас тут будет светлый, только вот акцентировать внимание на светильнике, на окнах, мебели, а тогда красите уголки, раскладочки вот здесь, в тот же цвет, что и будете стеной делать, и потолок, кто-то потолок белый краской делает, чтобы, так сказать, как привычно, я считаю, что вот я делал всегда в тот же цвет, что стены, мне так очень нравится, если это светлый, тут он какой-то золотистый, светлый, сосновый, а вот обратите внимание, тут у нас так получилось, это была ангарская вагонка, именно вот эта идеальная, видите, тут сучку почти нет, обратите внимание, она гладкая, даже отсвечивает, вот при вспышке, как от зеркала, и вот она 4-метровая шла, там вот проблема в чем, 4, а здесь у нас 5-80 примерно, и мы что сделали, вот 4 метра, так получилось, над окном отступя 20 сантиметров, у нас шов получился выше окон, тут-то понятно, по 70 сантиметров кусочки, как раз очень экономично, здесь там метр 20, тут 70, мы их, допустим, как раз накопили, и чтобы не резать от цельной, вставляем сюда то, что у нас распределено по кучкам, в этой кучке мы знаем от 70 до 80 сантиметров, это за метр 20, и рабочие уже берут спокойность, тогда вот здесь придется нам пустить раскладочку, но ведь некрасиво, если это несимметрично, поэтому вторую фальшную раскладочку здесь пускаем, и как будто так и задумано, правда, и очень будет прилично и красиво, теперь рассмотрим дальше с вами, ну вот пол положен, я пару слов скажу, что же, обратите внимание, здесь керамзит, но вообще в спальнях у меня везде, я говорю, вот это сделано, хотя это никакого, в принципе, значения нет, но ржаная солома прессованная у нас была, мы сделали из нее, то есть внизу глина, потом плотно ржаную солома, сверху глина, ну мы, поскольку поднимали еще чуть-чуть пол, не буду сейчас объяснять почему, там были неровности, как раз из-за проблемы с проседанием свай у винтовых, то в одном доме произошло, меньше, потому что легче дома, в другом, где керамзит нагружали по полной, да, общее слое 70 сантиметров, считайте, ну нагрузки на метр, а это где-то, значит, соответственно, килограмм дополнительных 400 на квадратный метр нагрузки, то у нас сваи некоторые просили, и вот тут какие ошибки, где я теперь в этом, как говорится, все знаю, ну столько, что я не знаю, мало кто знает из профессиональных фирм, которые эти сваи крутят, потому что все передумали, перемыслили, перечертили, перераспределили, ну в общем, теперь ясна картина, исправили это дело, как исправить, тут тоже целая наука, как говорится, ну не то, что наука, все когда, знаете, когда все ясно, объяснено все просто, а до этого надо дойти, и вот это я, кстати, буду рассказывать все на встрече живой 26 апреля, это будет, если я не ошибаюсь, по-моему, воскресенье, либо смотрим в воскресенье, приезжайте, камни из других городов, приезжают издалека, но это стоит того, правда, знания огромные получите, теперь смотрите, вот доска, та самая, вот у нас основание, выровнена, тут в таком случае, если далеко балки разнесены, уж сказочку, вот подсказку вам такую скажу, если далеко, более чем там на 40 сантиметров, а тут гораздо, то тогда мы керамзит, так подцепаем трамбу, чтобы он как бы подпирал, когда доску мы опускаем, чтобы она еле прожималась, как говорится, она потом еще просядет, но в точке опоры уже будет вся плоскость фактически, не оставляем здесь воздуха, понимаете, какая штука, а у нас тут в этом доме в первом теплые полы, идут трубы, цельные, сшитый полиэтилен, матки цельные от входа до выхода из коллектора теплого пола, проточные от электричества, их можно от любого котла, у нас от электрического, а можно совместить электро плюс там газ плюс твердое топливо, что угодно, это я все объясняю на своих как раз вот этих инфопродуктах, там подробно все это есть. Теперь, смотрите, ну где-то у нас у пола тут пойдет подрезка, ну допустим, если мы с потолка начали, ну и бог с ней, и как раз это разумно, тут пойдет уголок у нас потом, и в общем-то все. Вот видите, как здесь, ну практически не видно швов, так это еще не шлифовалось, а потом просто шлифуется, причем если площадь небольшая, не обязательно циклевочную машинку покупать или на прокат брать, можно вполне, мне вот десятки, в одну комнату там по 40 метров за два дня человек спокойно делает, два раза шлифует, проходит вдоль и поперек, эксцентриковой машинкой, значит, равномерно так, чтобы все это было, и, значит, ленточный поперек. Кстати, лучше, конечно, к ним купить сразу, если есть возможность, чтобы вынувала эта микропыль, пылесос, который синхронно работает через розетку, прям как вот нажимаешь на электроинструмент, сразу включается пылесос, чтобы всю эту микропыль нигде здесь не было, да, но это, конечно, очень хорошо, я, значит, тоже вот, был у меня один пылесос, там и давал, и все, сейчас я пришел к другой фирме, мне подсказали, по-честному, вот, людей у них просто не было, мои старые поставщики макинского оборудования, они говорят, знаете, купите тогда, вот, у нас сейчас нет этого, но купите вот хорошие немецкие фирмы, только пылесосы там, ну, там сто лет проработают, ничего с ними не будет. Ну, я разорился, как говорится, там, ладно, купит, ну, конечно, это небо и земля, хорошая техника, это, знаете, всегда приятно, вот, теперь смотрите, да, ну, вот тут снимок, видно красные трубы, это как раз вот они идут, где-то сантиметров через випки, через 25, примерно 30, вот они вот так вот идут, у нас поперек балок, там внизу половые балки, ну, они, собственно, повторяют вот эти накладки дополнительные, так, и вот видите, как у нас красиво, да, гладко, хорошая вот эта вагонка, половая доска, ну, тут, значит, после полировки все это сглазится, сейчас уже щели образовались, уже прошло месяц-полтора, уже есть по 2-3 миллиметра щели, несмотря на то, что влажность была примерно, плавой доски, там, ну, 12, примерно, 14 процентов, вот, она все равно будет, она дойдет до своей, вот, в общем, керамзит, кстати, тоже имеет свойство набирать излишнюю влагу, но у нас тут теплый пол, поэтому он идеально прогревается, тут сухость, конечно, большая, и за счет того, поэтому щели и больше образовались по ширине, так, давайте дальше, ну, опять-таки, распаечные коробки где-то, все, это надо учесть, или электрик должен, или вы, если вы в этом соображаете, сразу все сделать, а те, кто делает вагонку, должны не забыть, пометочку поставить, где провод, или высверлить сразу коронкой, электрик должен выпустить все провода, сделать распайки, чтобы ничего не забыть, а то можно так зашить, потом просто стену разбирать заново, поэтому чертеж должен быть наложен на схему по стропильной системе, где и по стойкам идут какие выходы, такие провода, от чего подписывать концы проводов, обязательно оставлять вход-выход, как говорится, в щитке один, другой здесь, либо в распаечной коробке, если идет один кабель на несколько точек, например, розеток, или там еще чего-то, а у меня тут интернет подведен, кстати, я, вы знаете, противник вот этого проклятого Wi-Fi, поэтому у меня каждую комнату проведен кабелем, интернет хороший, 6А класс провода, так сказать, к общему распределителю, где уже от гребенки пойдет там в один специальный технический домик, где уже антенна спутникового интернета будет стоять, мощный, поэтому он уже стоит, поэтому, собственно говоря, я вот таким путем решил, что да, для меня это затраты там, ну, Wi-Fi поставить ничего не стоит, 2000 роутер или 3 там, а это там в сотни раз, если не сказать больше, чем в сотни, и траншировать, и прочее, но я, у меня есть принципы, я от них никогда не уйду, я не считал, сколько это стоит, потому что я бы, например, мог бы расстроиться или еще что-то, а я имел возможность, например, я делаю так, потому что для меня, скажем так, скажем, вот накопление денег не является каким-то целью, для меня есть достижение, деньги всего лишь цели, то, что душа требует, то, чтобы было красиво, долговечно, надежно, людей радовало, в данном случае люди будут, понимать, что это эко-отель, потому что у меня не применено ничего химического, у меня нет вредоносных, вот излучений и прочего, ну, то есть, короче, я все это учитываю, я просто по-другому, ну, как для себя, как для себя, так и надо, вот, вот смотрите дальше, опять-таки, идеальное геометрие совмещение, да, ангарская вагонка, видите, имеет такое свойство, где-то она вот дает больше такой простоватый цвет, темный, конечно, в идеале это надо учитывать сразу, и когда вы видите, берете, либо рабочую такую вагонку, откладываете в сторону, чтобы потом по цвету совместить, или, например, кухня будет загораживать, делаете внизу такие, чтобы видно не было, потому что потом при тонировании, смотря, конечно, каким цветом вы будете, это будет отличаться, но если это будет тоже в красноту, то ничего, я решил оставить, кстати, ангарская сосна, если она, там, больше полгода, вот, ничем не отделана, она начинает, как бы, краснеть, более красивый, такой проявляется рисунок, поэтому можно пропитать и позже, это очень плотная древесина, вот она-то играть будет в меньшей степени, чем обычная сосна. Ну вот еще, пожалуй, видите, где-то там, ну, так, опилили в упор, это ничего страшного, тут закроет, у нас будет такой широкий, эти раскладка, уголок, так получилось за счет того, что комната, например, смотрите, была у меня 4,10, а ангарская сосна 4 метра, но по 5 сантиметров пустота, здесь и там, так мы берем раскладочку, 6, там, лучше 8 сантиметровую ставим, так, по одной плоскости, по уличной стенке, вот этой по стенке, смыкаем друг с другом, как будто так запланировано, а там раскладочку маленькую в центре пускаем, наличник, то есть не наличник, а раскладку, да, и, соответственно, у нас плинтус пускаем в центре между ними, очень красивая, фигурная такая вот получается, как будто сложное такое вот изделие, как колонна, красиво, и закрываем заодно как раз щель широкую, а то пришлось бы либо кусками пилить, но это некрасиво, зачем это нужно, мы вот так вот обошлись, даже если щель тут по 7 сантиметров, есть 10 сантиметровые раскладки, можно все это делать, ну, здесь потом обрезается это все, естественно, и также из вагонки делаются откосы оконные, и уголочком пускается, или подоконник, или уголочком просто окаймовывается, очень красиво, так, а теперь вот вы видите, где проход в одну дверь, комнату вот с кухни в другую, здесь потом все лобзиками просто срезается, дверной каркас, и сразу рассчитывается, какая ширина, с учетом отделочного материала, будет дверного проема и коробки дверные, надо заказывать с добором, специально на ширину определенную, которую вы будете уже знать, потому что вы будете знать толщину самой вагонки, толщину, например, 150 у нас, например, перегородка толщиной миллиметров, плюс, вот, например, по 14 миллиметров, добавляете, считаете через брусок или нет, или на этих стенках, вот как у меня, сразу к стойкам несущим без брусков, было все прикручено, особое просто внимание, здесь должно быть, ну, видно, что вот прям вплотную прикручено, это все обрезается, у меня образуется 15 сантиметров, плюс, например, 2 по 14 миллиметров, значит, мы будем считать 30 миллиметров, 30 миллиметров плюс 150-180, и мы заказываем дверной проем, шириной коробку 180 миллиметров, соответственно, с нее надо иметь в виду, что накладки будут, то есть обналичка, но это все уже понятно, так, ну и вот важно, чтобы пол был един, чтобы все в единый уровень, то есть 7 раз отмерь, один раз отрежь, как говорится, так, смотрим дальше, вот была проба, пропитка одним слоем, вот у меня будет немножко так подтонировано, отдавать в такой желтоватый, слабый, розоватый цвет вагонка, то есть усилился вот этот цвет ангарской, кстати, там вот интересный бойлер, стоит для воды, вот эта система теплого пола, ну, это уже мы, как говорится, я подробно про все это рассказываю в своих других выступлениях, вот, посмотрите, ну, потом мы дадим еще один слой, будет более такой насыщенный цвет, красивый, собственно, я вам его потом покажу сейчас, так, опять-таки, вот видите, казалось бы, некрасиво стык, все, ну, ужасно, да, вот здесь вот, а посмотрите, уголок поставил, это смотри, уже красиво, да, правда, ну, вот, конечно, так, вот здесь на этом снимке лучше видно, видите, как, вот мне такой цвет, в принципе, нравится, то есть он уже, он как бы натуральное дерево, просто усиливается, а пропитка это, я вам расскажу сейчас, чем это пропитано, собственно, это фирма Бьёфа, немецкая, дорогая достаточно, но я вот выбрал вариант, именно на водной здесь основе, это подходит для плотных пород дерева, значит, и колор натуральный, они делают из трав, цвет по цветовой таблицке мы посмотрим с вами, то есть там варианты разные есть, давайте сейчас я пока покажу на примере другого типа пропитки, здесь, конечно, снимок немножко размытый, не идеальный, но это фильм, американская фирма ZAR, Z-A-R, значит, вот это вот называется, по-моему, 120 номер, ТИК, так называемый, но если им в один слой аккуратно протонировать, бубкой только, не краской, не валиком, специально из технологии бубка, это, а тут еще обратить внимание, вагонка, она брашированная, то есть есть такая брашировочная машинка, когда валик стоит с металлической сеткой, он как бы, вы проходишь по вагонке или по дереву, и он выбивает мягкую часть, как бы аккуратно, вот как специально, и получается под старинку, как бы стонированные, кстати, образцы, здесь как раз я потом вам переключусь, когда на камеру, на себя покажу эти образцы, вагонки, вот что называется, ваучу, как это выглядит, ну, в общем, красиво это очень выглядит, мы вот таким же образом мебель делаем, кстати, тут будет пару снимков, я вам покажу, это уже просто образцы, так быстренько пройдемся, вагонки, но, которые на стендах, продавцы показывают, конечно, эталон, выбирают самое лучшее, вот мне не нравится, как такие широкие пазы, тем более, они очень идут неглубоко, и стоит, вот при таком шве, который сразу видно, что одинаковый шов, видно, у кого глаз наметан, чуть больше выйдет, меньше, это сразу будет образаться в глаза, не советую, ну, тут просто разные, вот штиль соединения, мне очень нравится, то есть, посмотрите, вот, ну, как вам, не знаю, не очень, это та же липа, но, посмотрите, как по-другому уже смотрится, да, ну, эта липа используется, как правило, понятно, куда на, значит, бане там, как обшивка внутренняя, осины, только надо осину, не трухлявую выбрать, но тут уже другой вопрос, это возможно все, вот, пожалуйста, смотрите, это кедр, ну, понятно, кедр, есть кедр, цвет можно выбрать красивый, но, опять-таки, отбор он будет, видите, половину, даже здесь выбрали белый, половину такой пятненький будет, лучше постарались, и то, так сказать, то есть, такого идеала не будет, это все, так сказать, только супер экстра, который там будет колоссальный денег стоить, ну, и вот здесь, пожалуйста, тоже, блокхаус, так называемый, да, имитация бревна, скажем так, она бывает разной ширины, вот при этом соединение в виде изделия вообще очень опасно, потому что здесь толщина больше в центре, и влажность, если быстрее просохнет по краям, деформация может быть, и вот здесь выходят швы только в путь, то есть, это очень нужно быть аккуратным, выдерживать ее в идеале полгода, сначала проложив на штабеля, при вашей влажности, которую вы уже должны создать, которая будет потом эксплуатироваться, и вот тогда можно все это иметь в виду. Кстати, бывает так, что доска ее ведет еще как сабля, знаете, вот положишь вместе несколько вагонов, когда как сабля, это когда в центре соединяешь, то все равно края немножко швы расходятся, это тоже вид брака, который был у меня тоже, ну, процент 2-3 от общего количества, их не так много, но и браков разных видов много бывает, вот, а так, конечно, красиво, вот посмотрите, как что здесь, вот этот цвет тоже очень, но это дуб, это дуб, там уже, вот видите, 3,5 тысячи рублей за квадратный метр, да, а я вам, для примера скажу, что вот сосна, из которой даже заплатив 130 дополнительно, за шлифовку там два раза, можно, ну, скажем так, вот сколько обойдется она, если пропитка и прибитие вагонки на кляймеры, ну, допустим, 350-450 рублей за квадратный метр, диапазон у нас нет, с выравниванием, с брусками стоит в фирме такой, которая не сильно рвет, то сам материал будет стоить, ну, допустим, где-то рублей, скажем, там, 250, если брать, или даже 200, если оптом, если вот брать, как я, например, за кубы, за куб, я вам скажу цену, он нормальный, будет 14500-15500 за хорошую вот эту вагонку, которая позиционируется, вот ангарская, там, вологодская, если посчитать на квадратуру, то это получается там 200 или 250 рублей за квадратный метр, представьте, это 3500, ясно, что это просто идеал, тут можно даже ничем, ну, только так, воском там, натереть и все, так сказать, чтобы грязь никакая не приставала, но тут смотреть надо по своим возможностям, по площади, по сэкономным средствам, там стоит, нет, ну, ладно, вот, бывает так, кому-то нравится. Теперь, обратите внимание на пропитки, вот это экологически чистые пропитки фирмы Биофа, ну, это одна из лидеров мировых, вот там, там на льняной основе, там, колоры растений, в общем, вот такие разные цвета, мне нравятся, вот этот цвет, ясно, что вот это вот, как там, это я бы сказал, вот эти цвета, имитация пластиковой вагонки, да, то есть это сделать из поганья дерева, ну, на мой вкус, это, конечно, безумная бульгарность, но кому-то это тоже нравится, ладно, пусть не обижаются те, кто считает это красивым, я считаю красивым вот этот цвет натуральной сосны, чуть-чуть усиленный такой, значит, можно такой светлый, можно более темный, я советую чуть более темный, почему? Можно сгладить те участки, закрыть, которые были бы видны при слабой такой тонировке, да, я поэтому взял, не называя сейчас маркировки, какие, что примерно, вот это по половой доске, по сосне, а причем, обращайте внимание, выберите, смотрите пропитки, то ли иной фирмы, именно сделанные по тому материалу, по которому вы будете использовать, листинец, 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 по сосне, по сосне, такой обычной, или там ангарской, по такой, потому что на каждом дереве одна и та же колировка, пропитка будет совершенно по-разному смотреться, мне нравится вот этот цвет, ну, в принципе, этот совсем темно-серый, больше мне такой в коричневой всегда нравится, тоже, в принципе, тут просто текстура, видите, волокнистая текстура, видимо, такие распилы продольные, где контраст, вот видите, вот мне лично, мне нравится, когда сильный контраст, мне более сглаженное нравится, вот так вот, как здесь сверху, ну, приходится делать что, брать пробники, там хорошо делают в серьезных фирмах, Осмо, там вот, Йофе, и продаются малюсенькие, такие по 100 мл, такие даже меньше, по 0, ну да, 125 мл, пробнички, колируют любой цвет, и он будет точно, не будет отличаться, в этих фирмах, в серьезных фирмах, никак не будет отличаться, от купленной через год, по такому же номеру, или через два, в отличие от, кстати, даже плитки, представляете, керамическая, или там какая плитка, в ванных делают заводы, ну, наши там, где вроде бы уже качество научились, более-менее делать, я за 20 лет вижу изменения, но новая партия может отличаться по тону, представляете, на чего, а нет, здесь нет, многие про это боятся, конечно, если покупать какой-нибудь там, там, я не знаю, ну, даже синиш, может быть, и не будет, хотя бывает, а тоже цвет разный попадается, немножко, но я такого не встречал, в фирмах вот такого плана, тогда, ну, вот, тоже вот, вот такой выгоревший дуб какой-то, вот, как мне не нравится, здесь, ну, что-то вот здесь чуть-чуть, поэтому я просто заказал разных, близких к моему вкусу вариантов, и попробовал именно на своих, на своей вагонке, понимаете, на своей половой доске, и тогда я вижу разницу, причем, я беру, говорю, ребята, привезите мне с объекта, я беру себя, оставляю пробники, и им даю пробники, маленькие, одно и то же, кисточки одинаковые, все, отпилите мне от этой вагонки, от гавской, куски, отпилите от этой, и я пробую себя, кисточкой беру, я вам потом покажу сейчас, значит, объясняю, как, чтобы они так же сделали, и мы смотрим разницу, мое мнение совпадает ли, мы видим, что это то же самое, но главное, чтобы мне нравилось, я вижу, что это получается красиво, равномерно, меня устраивает, потом я заказываю уже партию, соответственно, ту, что нужно, вот, например, фирма Осмо, немецкая тоже, видите, цветное масло, воск прозрачный, на основе вот этого воска, вот, можете посмотреть, что-то, ну, входит там, сзади мелко, не видно, но это абсолютно, очень дорогой, конечно, экологически чистый, я выбрал очень экономичный, бьёфа на водной основе, который идет на 20 квадратных метров, один слой, вторую же на до 30, если плотная древесина, поэтому, несмотря на то, что цена там достаточно высока, я сейчас не могу там точно цифры назвать, не помню, то все-таки на этот метраж, ну, достаточно получается экономично, плюс еще, наверное, 150 рублей за квадратный метр, так, примерно так, теперь вот смотрите, пропитки Осмо, конечно, тут сумасшедшие, есть там цвета, это все сделано, по-моему, на сосне, но у них, да, вот видите, сосна там, а, это цвет, но у них на сосне это все сделано, так, с грунтовкой, с морилкой, они, конечно, предлагают вариант, там, грунтовка сначала, это, это, конечно, очень все дорого, выходит там, три слоя, это, конечно, хорошо, но, представьте, сколько за каждый, как говорится, метр надо платить, да, там, ну, или сами делать трудозатраты, зачем, то есть, я тут предлагаю все-таки немножко другой, попроще вариант, сейчас о нем расскажу, вот мне вот очень нравятся вот эти цвета, вот эти три крайних цвета, вот и этот в какой-то мере, он больше немножко красноватый, но, поэтому вот этот более в коричневый, этот мне нравится, то есть, вот такие цвета, так, это вот тоже все, а вот этот вот сейчас, горе, та самая, о которой я говорил, так вот, вот, кстати, видно, горе, по-моему, в Швеции, и вот я сруб свой, который, в общем-то, не знаю, вы, наверное, в рекламах моих видели, или вот большой дом, второй этаж сруб, вот этот цвет мне очень нравится, он такой, как бы это сказать, такой, как тонированный по цвету дуба, ну, в общем, кстати, это сразу я вам скажу, что это такое, помните вагонка, та, которая в Кушкинских горах, у меня на двух каркасных домах, снаружи, с улицы, да, вот этим покрыта, вот такая золотистая сосна, это уже лак вместе с колором, с красителем, она по стандартам, ну, скажем, моим, не абсолютно экологически чистая, может быть, правда, при засыхании уже все абсолютно, но имеется в виду, что тут не только там масла натуральные, ну, тут, извините меня, какие площади, сколько это стоит, а для улицы вполне допустимая, хорошая фирма, и Зара, и Гори, то есть, но здесь вот как раз мне нравится то, что лак уже структуры едины, это цветной лак так называемый, понимаете, и вот он-то уже в текстуру впитывается, тоже два слоя наносится, и очень красиво смотрится, покажу там дальше как. Ну, вот, кстати, редкий случай, когда доска, то есть вагонка, извините, сосновая, обычной сосны, ну, северной, конечно, посмотрите, какая текстура красивая, вот у ангарской вагонка, она почти вся такая, у сосны нашей не везде, смотри, какой часть ствола спиленная, радиальный, там продольный разрез, какой еще, но тем не менее, вот я тут показываю, что, значит, мне выкраска, видите, написано, выкраска на сосне, это осма как раз, вот это мне нравится, это там варианты подбирал, вот образцы уголков, кстати, видите, раскладки, они будут, вон, какие широкие бывают раскладки, а потом по раскладке просто плинт успускается, и, значит, вот можно, вот какая широкая раскладка, это сосна, прекрасный вариант, вот, кстати, пропитка, видите, немножко проявляются такие пятнышки, а поэтому нужно пропитывать, либо, если мы говорим о водной основе, эта кисть должна быть, значит, синтетическая, обязательно, не натуральная, размазывать надо так, чтобы кончиком кистью касаться, только по краске, не мокать полностью, чтобы капало с нее, а наоборот, прям чуть-чуть, и втирать сразу же, прям вот лишние капли, чтобы не оставалось на вагонке, но прям много-много движений, чтобы она быстро распределилась, пока кисть сухой не станет, вот именно так надо делать, это и экономичный, и равномерный цвет, так, вот здесь я хочу показать вам это в деревне, ну, в картышно у нас, значит, в зале, там у нас, вот скажем, был старый вариант, ну, тоже, хотя тут запыленная она, ну, она, так сказать, полу-глянцевый такой лак, вот, даже видно по облискам из окон, ну, очень красиво тоже получилось, ну, там у нас технические помещения, это было, значит, поэтому мы сделали по-другому, и делали давно, вот опять-таки кадр, ах, попался повторно, в общем, такой цвет меня вполне устраивает, вот здесь посмотрите, сейчас я вам так покажу дальше, ну, это в перевернутом виде, фактически то же самое, а вот здесь, обратите внимание, помните, я показывал и говорил про фирму ЗАР, вот это вот, на льняном масле, на основе, сделанное американскими производителями, вот, кстати, это моя мебель, это тумбочка, вид сбоку, я ее сейчас покажу с другого ракурса, обратите внимание, без единого гвоздя, штапики и петли тоже деревянные, абсолютно все деревянное, вот покрашено и протонировано, еще брашировано под старину, вот такое прекрасное производство у нас будет, сейчас оно работает только на мои нужды, потому что нужно огромное количество, там, кроватей, тумбочек, там, шкафов, там, кухни, все это мы делаем сами, а на будущее, кстати, будем продавать, то есть мы будем делать под заказ, с моей скрупулезной тщательностью, действительно так, что в глаза не стыдно людям смотреть на долгие десятилетия на столетие, потому что это продержится, это массив, вот мы будем это делать, то есть если кого-то интересует, на будущее имейте в виду, вот посмотрите, как красиво с других сторон, это вы, кстати, вот видите, какой стол массивный, ну это у меня вот, картышином, вот, коллектор из окна, видите, солнечный, ну вот, кстати, об этом тоже, об альтернативных источниках энергии я рассказываю подробно в своем седьмом инфопродукте, и в пятнадцатом тоже, частично касаясь этой темы, а подробно в седьмом полном, как раз тогда это все проводилось, какие расчеты и прочее, ну в общем, это вот я почему и говорю, продукт уникальный, в том плане, вот этот мой сегодня предлагаю вам комплект, потому что там от А до Я, действительно можно это по-честному сказать, по строительству. Так, теперь вот, ладно, это пойдем дальше, кстати, вот такая интересная заметка, помните, в старых фильмах, или видели в кабинетах, и до революции, и в сталинские стилища, вот идет такой, например, верх, вот нижний от пола метр, или чуть больше, такие щиты как бы, а потом идет, ну уже смотря чем отделка, а вот если ту же вагонку, взять нижний метр, причем это по раскройке, может быть, очень, у вас остается, видите, комната, например, там, грубо говоря, три метра, там, на три, ну, к примеру, а у вас четырехметровая вагонка, такой метр отрезаете, он у вас не выкидывается, а вот так ставится на попа, что называется, это как бы имитация щита, дальше сверху вагонка уже идет горизонтально, а стыки пускаются раскладкой, низ тонируется, например, вот в такой цвет, скажем, а вверх вот какой-нибудь более светлый, золотистый, получается красотища, ну, и раскладку можно сделать в цвет окна, то есть, такого темного, там у меня цвета, значит, чтобы это контрастировало, вот таким образом мы будем делать в гостевых комнатах, номерах, вот в главном доме у меня, то есть, таким образом именно, у меня ребята это проброшируют, причем вниз, чтобы это было как мебель красиво смотрелось, покроют, потонируют, цвет вот такой же, ну, будет здорово, так, это просто я так вам акцентирую, не из-за красивого дивана, хотя он действительно уникальный, красивый, долгая история, это вот, а вот, вагонка и вертикальная, в принципе, в комнатах тоже смотрится весьма неплохо иногда, иногда это, конечно, очень экономично, ну, я сделал вот у себя карташино, это векопоселение, вот, где-то в каких комнатах, видите, вот так вот вертикально, в каких-то вертикально, где-то мансардные окна, в процессе такого переезда, еще пыль, грязь, тут уже отделка сделана, но зато смотрите, как смотрится, когда раскладочка, да, когда углы, щели не видны, плеинтус идет, посмотрите, как красиво, дороже все, то есть осталось тут все протереть, и, в общем-то, красота, а вот здесь обратите внимание, да, например, так, у нас в основном шло вертикально, в доме есть горизонтальная вагонка, тоже красиво, посмотрите, как сделано, да, 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 ну, и вот, собственно, это коридор длинный, у меня тут был в гостях академик Черняев, который покойный имени уже года два, да, как, даже три, по-моему, уже время идет быстро, как, и он вот специалист, он восстановил русские сажения, по большому счету, и вот я, кстати, дом здесь сделал по наитию, просто это каким-то шестым чувством, еще не знаю, вот эти таблички его восстановленную, систему, полностью каждое помещение, каждый коридор, комнату, именно по русским сажениям, то есть это идет некий такой резонанс в ходе, то есть гармонизация, ну, это золотое сечение, то есть так скажем, да, кто слышал, так, ну, еще раз покажу, что вот, посмотрите, вот этот нежно-золотистый цвет, он очень гармонирует, он светлее, чем мебель, это хорошо, в то же время, видите, кстати, если делать уголки, они как бы сливаются, и очень дерево, как вот цельная, такое что-то структура, поэтому, если бы мы сделали бы раскладку цвета окна, коричневая, прям выделялась бы, мы бы сразу бросались в глаза, и у нас комната меньше бы становилась по размеру, потому что мы видели бы зрительно-горизонтальные разные ограничения, а здесь у нас как бы мы погружаемся как бы в пространство, то есть ощущение, что комната больше, если сделать уголки раскладки такого же цвета, как отделка самой вагонки, вот, так, теперь, значит, посмотрим, вот ванной даже, кстати, я внизу, конечно, делал плитку, и на высоту сантиметров хотя бы 20, одну плиточку там сделал бы по периметру, а потом она бы заподлицо переходила в вагон, ну, это уже от вкуса, от кошелька, от всего остального зависит, это ладно, значит, вот, не забывайте делать сразу заклоны, дырки, сверлить где надо, под трубы, под сантехнику, под, значит, что угодно, если низкие, вот как на мансарде у меня сделаны, там очень низкие потолки получились, я имею в виду уже вот в старых помещениях, в Картышино так вышло, то мы просто пошли на это, раскладочка, видите, доходит до уголка, здесь мы дверной портал, то есть тут двери нет, а где есть дверь, мы потом раскладочку сюда пускаем, наличник, и все очень красиво смотрится, а здесь вот, мы так и видите, то есть любые деревянные детали, даже совершенно разные, разных рельефных узоров, или гладкие, друг с другом стыковываются, и если это цвет один, то очень гармонично смотрится вполне, вот, ну а здесь как раз комната показана, где вагонка горизонтальна, ну, что можно сказать, конечно, так красивее, мне так, например, больше нравится, окно, тут есть подоконник, ну, окаймовано, видите, уголочком, таким же покрашенным, как вагонка, цвет красивый, да, если бы тут было очень узко, мы бы не делали, в принципе, подоконник, мы бы сделали тоже уголочек такой, и все, по большому счету, ну, здесь водяное отопление, поэтому стоят, Вогелиннот батареи, это центральная подводка, да, не керми какие-нибудь там, гораздо лучше, это самый высокий КПД у них излучения, отдача тепла через батареи, фирма Вогелиннот, ну, это кому водяное отопление, просто рекомендую, кто хочет. Теперь, пол, смотрите, тут цвет, а я выбирал тоже, это было, значит, по-моему, сам морилка была аквадекоровская, а потом покрытие лаком Петри, вот лак Петри, полиуретановый, очень прочный, американский, качественный лак, хотя фирма ЗАР, которую мы сейчас используем, пропитки, у них тоже свой лак, тоже высочайшего качества, высочайшего, он укрепляет древесину, то есть, ну, конечно, молоток полюбует след, там, но не роняйте молоток, а так, в принципе, пол чем хорошего, всегда можно заделать. Кстати, если это покрывается маслом, масло-воск, так называемое, это еще лучше, потому что он может быть тоже и глянцевый чуть-чуть, ну, пол глянцевый, конечно, он может закрывать, вот если надо, подшлифовать где-то, вы потом им же покупаете, той же Бьёв или ЗАР или что-то еще, и вы просто один в один даже не увидите разницу, в отличие от того, когда, знаете, обгорает, там вымарывается, и там надо снимать большую площадь, чтобы питание было видно, а вот когда воск, масло используется, это прям сверху просто наносится, участок, если какой-то поврежден, и все, тоже плюс. Красивые, да, кровати, это вот тоже массив, но это вот в Белоруссии делали ребята, там фирма одна, там вот эту кровать. Так, ну ладно, идем с вами дальше, что у нас там. Теперь маленький такой раздел, и перейдем к ответам на вопросы, прочее. Я тут почему это сделал, быстренько пробежимся, просто хотел кое-что вам сказать. Вот этот двойной каркас мощный, куда засыпается керамзит в первом моем большом доме, конечно, тут вся технология, я сейчас, да и не объясню, просто так покажу, а это вот вид внутри, видите, дополнительные распорки, от того, что когда керамзит в большую массу умеет сюда насыпаться, представьте, высотой больше трех метров, стол, доски, которые вот здесь поперек идут, ну, с улицной стороны и с наружной, могут выпирать, поэтому мы посмотрели, чтобы расстояние было не более 50 сантиметров, и где надо, то что у нас будут стойки-брусы, но они идут через, там, где-то через метр, где-то через 80 сантиметров, 70, так вот мы сделали в тех местах поперечные, мощные 150 на 50 доски, с уличной стороны через доски прикрутили саморезами в каждой доске по два к несущей, такая же несущая с этой стороны, просто ее не видно, и поперечная, которая держит от разрыва, да, через каждые там 70 сантиметров. Это просто вот по ходу просто того, когда рождаются какие-то, знаете, проблемы, я уже за 20 лет нахожу выходы, мне стоит несколько секунд подумать, я именно говорю не минут, а секунд, чтобы найти выход, вот тут вот как бы не видно, как будто тут же будет доской зашиваться, видите, с уличной стороны уже доска зашит, поэтому термовой этот слой один сантиметон на 5 сантиметров прибит, а чтобы пыль не высыпалась керамзитовая, не усыхалась керамзит, не выпадал дополнительный как бы буфер такой, ну, то есть это много плюсов, подробно объясняю на своих занятиях. Так, теперь, это уже второй этаж, над ним стоит вот такой сруб, это вообще целая отдельная технология, тут прорубали сейчас вот окна, он выстоялся по срубу, это, знаете, целая история, книгу можно написать про мой сруб, как он куда переезжал с места на место, в общем, он тут уже третий, я, наверное, последнее свое пристанище нашел, в общем, это, конечно, уникальный сруб, в чем уникальный, сейчас говорить не буду, ладно, половые доски-грибки, видите, балки врублены во вторую, и, собственно, уровень пола, у нас тут двойной фальш-пол, между ними 70 сантиметров пустого пространства, потолок первого этажа, и между ними пространство, где можно специально даже лазить, проверять, там коммуникации, всегда что-то надо перетянуть, то есть это очень разумно, разбирать ничего не надо, через специальные лючки пролезать и все, и к тому же резонанса от ударов ног, там топот, чего угодно наверху никогда не будет слышно на первом этаже, просто это исключено. Ну, тут мансарды тоже интересным образом устроены, впилены специальные вставки, стержни для того, чтобы разрезанный брус уже в сторону, никуда ни на миллиметр не повело. Это отдельная технология по срубу, тут уже ладно, идем дальше. Что можно сказать, видите, тут тоже вот на сплошниковую дюймовку, видите, розовый цвет, это как вот глина, да, вот это вот, а балки еще вот пропитаны зеленой такой пропиткой, потому что они же вот стояли почти под открытым небом, и поэтому мы специально неамидом пропитали, есть такая пропитка, или синиш био, эко био берется зеленый, который, не гниет древесина, она после высушивания уже ничего не выделяет, тем более мы будем все это покрывать, закрывать, и поэтому, собственно, чтобы дерево не гнило под открытым, если долго будет объект стоять, берите что-нибудь, типа неамида, концентрированный, разводите, только не один к семи, как рекомендуют, один к четырем, да, вот, термофол, потолок, вот, больше нигде здесь термофола нет и не нужно, потому что такие стены сами являются термомассой, наоборот, надо их набрать тепло, протопить, чтобы они потом внутрь отдавали прекрасное, вот, чистое тепло, да, дальше, ну, давайте покажу, вот, как пропитываются, обратите внимание, вот доска не обработана, это брусы, они уже обработаны на улице глиной, глина, при, когда на улице плюс-минус, такой небольшой, при минусе нельзя, а если плюс-минус, глина просто разогревается, в бочках отмокается, в воде стоит, а потом толстым слоем, как густой сметаной, промазывается, и вот такие уже балки образуются, которые уже защищены от много чего, вот лежит вагонка, та самая, которая просто на улице, видите, как, не берите никогда вот эту нижнюю вагонку, которая в пачках или половую доску лежит прямо на снегу, видите, снег на торцы падает, намокают торцы пленкой, ну, тут натянуты, ладно, если привезли 2-3 дня назад, на улице минус, ничего страшного, а так, вот, часть пленки, видите, у них сорвана, тут вообще вода может попадать, прямо тогда, туда будет, уже 20 влажность будет, и так далее, вот, вот, как хранилась у меня переложенная вагонка, обратите внимание, половая, ну, не половая доска, это просто доска, без шпунтов, ну, неважно, без пазов, а здесь вот дюймовочка, вагонка также хранится, переложенная брусками, каждый последующий слой, сантиметр просвет, чтобы воздух везде гулял, выдувался, и тем самым дерево не гнило, если оно сырое изначально, а это вот обшивка УСБ, я его применяю только там, где будет ванна, где будет покрываться плиткой, потому что глазурированная плитка, керамическая она, безусловно, не даст, ну, соответственно, это, как говорится, тут ничего дышать, выделяться не будет, просто знайте, что в фанере и в УСБ тоже есть составляющие фенолы, но поскольку с двух сторон, например, если вот с этой стороны делается УСБ, и с этой же стороны у нас идет плитка на сетку, безусловно, специальный бетонный контакт, чтобы примыкание было идеальное, и хороший клеточный клей, по керамике, хороший берется, тогда у нас здесь, ну, это на столетие ничего не будет, и если прочно, не пожалеете, вот каркасы, стойки, брусовые, часто саморезы навернут, ну, это я все рассказываю подробно, опять-таки, на занятиях, здесь же просто скажу, что в этом случае можно, тем более, ну, а вот уже с противоположной стороны, если это внутренние перегородки, там как раз стоит или под УСБ сделать термофол, тогда, собственно говоря, в обратную сторону, в соседнюю комнату, как говорится, никаких теоретических даже выделений быть не может, хотя, конечно, это все госсартифицировано, сами понимаете, и в Канаде, и во всех, так сказать, вот странах, и у нас, однако я подхожу к этому скрупулезу, поэтому использую только в санузлах, либо это вот котельная, которая тоже будет плиткой для противопожарной безопасности отделываться лично у меня, ну, так я решил, это не обязательно, но у меня здесь так. Пол, вот, кстати, мы видим стену, где, вот уже зашита дюймовка, и керамзит уже насыпан, тут будет очень интересно обрамляться окна, потому что здесь теперь нам надо утеплить, но уже, значит, такие пазы тут сложные, ну, значит, образовались, чтобы подоконник, я же буду делать специальный, вот у нас больше 45 сантиметров, фанерой, которая будет лакироваться, делать под цвет, потому что, или мебельный щиток набиваться может, но он просто подвержен перекосом от влажности, все-таки окно, и поэтому здесь мы посмотрим, что использовать, но, значит, если фанера, то идеально гладкая с одной стороны, она там блокируется уже, как говорится, это капля в море, да и ничего ей не будет выделять, значит, поскольку покрыто будет полиуретаном лаком, а здесь это важно, у окна со всех сторон, безусловно, то это и будет широкий подоконник, и очень прочные, неиграющие основания, а между ней и вот этими углублениями тут будет уже всовываться специальным образом тот же биосинтепон, потому что все-таки тут, поскольку дюймовкой, тут же вот эта вот вагонка дюймовкой была обшита изнутри, ну, чтобы керамзит сюда не высыпался, понятно, да, то у нас здесь есть паз образовался, 5-6 сантиметров, вот его надо закрыть, но обо всех этих мелочах я как раз их тысячи рассказываю, а вот пол, как сделано, это целое дело, у нас на плите, на огромной бетонной залитой стоит, это дома здесь, конечно, целый пирог интересный, как он сделан, ну, конечно, теплоизоляция здесь эталонная, ну, кому будет интересно, соответственно, может это уйти. Теперь смотрите, вот так хранятся на складах у нормальных поставщиков, в ангарах, под навесом, вот, качественные, видите, уголки, раскладки, вот это действительно, да, ну, замерить все равно влажность нужно. Вот половая доска, как бы практически эталонная, обратите внимание, не углом с уже, значит, треугольником, паз, папа, а прямоугольный, это идеальный вариант стыка, потому что он более прочный, вагонка, при этом, то есть половая доска, извините, не будет скрипеть, когда вы будете ходить, а с треугольничком она может скрипеть. Ну, естественно, вот тут геометрия почти идеальная, безусловно, миллиметры эти, в зависимости от кривизны полов, половых лаг, все равно это когда-то пойдет, и одна от другой, чуть-чуть может отличаться, но все равно их надо шлифовать, будет сверху, поэтому здесь качество поверхности вагонки надо, то есть доски половые уделяют внимание, ну, по количеству сучков, что вам нравится, но в принципе это не так страшно. Вот как хранится, производится, значит, действительно, достаточно качественно, я был на производстве, вот, балясины для лестниц, по лестнице, вообще это отдельный вопрос, очень интересная тема, я сейчас даже вам покажу пару слов, а вот как раз у горе, та самая, где уже лак, краска вместе, все вместе идет, значит, обработана, видите, вот сруб, и вот он, и торцы обязательно, а вот эта серая часть такая, выгоревшая, это то, что сруб стоял несколько лет, как раз незащищенный, да, но он идеально, зимний лес, отобран, высушен под навесом, под кровлей, поэтому он, так сказать, вот эта обгоревшая часть, она буквально снимается, там, миллиметр, и она вот идеально, белое дерево, как было, я подробно, поэтапно, покадрово, всю историю этого дома, тоже показывал, и рассказывал все нюансы, на своем большом седьмом продукте, куда входит вебинар трехдневный, который вот, где все это я рассказываю, это вот каркасно-саманная технология, когда потом между стоек, прессованные соломы, как это все делать, чтобы швов не было, чтобы просадки потом не было, ну и подробно я уже там это все рассказываю, тоже в своих инфопродуктах, каждый этап, пошагово, там более 500 слайдов, только в вебинаре трехдневном, а вот, пожалуйста, лезется на второй этаж, вот как можно красиво из массива вырезать, так сказать, обрамление, сделать вот такое художественное, которое потом, конечно, покрасится, и подтонируется, эта брашировка идет, вот такая специальная, есть разные техники браширования, столбы, видите, вот такой еще не завершенный, но тем не менее вариант, да, красивый, ну, можно сделать еще и симпатичнее, это мой амбар, склад, вот тут прекрасное, то есть обработанное уже с покрытием лаковым вагонкой, потому что перепады могут быть сырости, холодные, это тут нужно так сделать, а это засыпки, ну, тоже я про них интересная тема, рассказываю, как хранили раньше в специальных засыпках, карабах, многоярусных, зерно, это тоже без гвоздей сделаны, значит, специальные вставки, собираются на пазы, как пазлы такие, вот, защитные от высыпания секции, пол, потолок, задняя часть, ну, в общем, изумительные засыпки, про них я рассказываю тоже в своем инфопродукте подробнее, ну, и что тут у нас, вот, пожалуй, последний так, это как раз блокхаус, ну, то есть вот эта вот имитация, значит, бревна, это как раз тот зал, где мы проводим наши выступления, вот, 26 числа я хочу вас еще раз пригласить, это буквально уже скоро, то есть осталась неделя, приезжайте на очень интересное занятие по, именно, экологическому строительству, мы рассмотрим там, ну, в общем, такой плац знаний, думаю, ну, наверное, никто и не дает, да, собственно, по многим причинам, ну, в частности, и опыта такого нет, я ведь упор все эти 20 лет строить своих интенсивнейших, да, каждый день делал на что, на экологичность, и поэтому мне пришлось очень много перебрать, тысячи материалов, я, конечно, потратил огромное количество денег на, как говорится, ветер на этом кадре, в остальном, сейчас выкинул на свалку, что называется, благодаря моим экспериментам, потому что кто-то никогда не мог подсказать, не хотел терять дорогое время, делал сам, экспериментировал, ну, то есть это зато колоссальнейший опыт, и, конечно, есть чему учить людей, колоссальнейший опыт, опыт, который, я надеюсь, вам тоже поможет, как сегодняшний даже, который я дал вам, как говорится, от всего сердца открыто и бесплатно, разумеется, как и обещал, и полагаю, для тех людей, кто будет рассматривать не в прямом эфире, а потом в записи, это будет тоже очень полезная лекция, выступление, и принесет большую пользу, вот, ну, соответственно, можете представить, какие знания я даю на закрытых, теперь давайте с вами перейдем к чему, я, наверное, попрошу, значит, Дмитрия еще раз дать ссылочки в чат, я пока переключу сейчас с презентации, выключу ее, да, вообще презентацию уберу, переключусь на меня, на свое, так сказать, изображение, Дмитрий, видно ли меня, видно вас, отлично, значит, теперь давайте посмотрим, дорогие товарищи, что я вам сейчас покажу, меня видно, вот, собственно, пропитка Бьёфа, да, вот она, Бьёфа, сейчас покажу, но обратите внимание, это маленькая 125 мл баночка, цвет указан либо здесь, либо стоит номер, безусловно, но там все серьезно, либо стоят, сейчас я вам покажу, вот такие вот, ставят липучки с указанием цвета, ну, которые очень хорошие полиграфии, она адекватно показывает, какой цвет и номер, например, 20-12, медовый, что это у нас там, матовый блеск, для внутренних работ, универсальное твердое масло, а вот маслом, кстати, в идеальном, вот этим, промазывать сверху, покрывать, например, те же изделия из дерева, мебель, которые мы, кстати, так и будем делать, для того, чтобы она, такой, больше блеска будет, и, знаете, от загрязнений любых деревов лучше защищено, и от ультрафиолета, и от дерева, через окна, ультрафиолет в какой-то мере проходит, да, если шторы, мне, конечно, не закрыты, то есть, вот это, идеальный уход за деревом, и вот это универсальное твердое масло, оно может быть, видите, цветное, колориво, с колором, им можно только покрывать, но оно не будет так глубоко проходить в текстуру дерева, как, скажем, на льняной основе, например, вот такой вот, это зар, как раз, да, я вам сейчас показываю, на масляной основе льняной, тем более на водной основе, вода вообще еще глубже проникает в структуру, поэтому этот колор уже останется в лучшей степени, этот лет через 10-15 надо будет добавлять цветной, вот этот воск, а верхнее, как покрытие, даже бесцветный воск, можно прекрасно пропитать, если вы уже изначально хорошим, вот этим сильным покрытием, например, зар, ну, к примеру, я говорю, хотя серии эти, на льняном масле, там, на водной основе, у любой серьезной фирмы, ос, бьёв, есть всегда, вот такие уже большие баночки, по, так сказать, они идут 375 миллилитров, ну, я брал для того, чтобы большое количество вагонки разного типа покрыть, вот тут уже лазурь для дерева на водной основе, бесцветная, матовая, но она основа бесцветная, а потом мы берем цвет, выбираем, его туда добавляют, и получается у нас же определенный колор, какой мы выбираем, я проверяю на 3-5 образцах вагонки, там, на половой доске, смотрю, что подходит, нет, и потом уже берем такие большие, по 10 литров, самый экономичный вариант, такие бодейки большие, которые там расчет идет сразу, ну, теоретически на 200, как бы, квадратов 10 литров, но одним слоем, одним, то есть двумя слоями будем считать на 100 метров, а надо 1000 метров, это 10, ну, грубо говоря, если такие объемы, вот другой образец, так, ну, не важно, так, теперь дальше, что я вам покажу, по кистям, вот в фирме, где бьёв, конечно, мне порекомендовали, такие достаточно дорогие, мака, вот эта кисть, 11 сантиметров шириной, да, потому что у меня, извините, 12, а, сотка, значит, ну, она расширяется до 12 сантиметров, когда до 14, когда нажимаешь, поэтому вагонка 12 сантиметров, идеально для таких кистей, она синтетическая основа, она очень качественно сделана, она, конечно, очень дорогая, стоит рублей, там, 600-700, я поэтому беру сейчас вот такие, сейчас я вам покажу, синтетические, какой же фирмы, матрикс, матрикс, тоже синтетическая сотка, и вагонку нужно покрывать, сейчас я вам даже прям покажу, вот, допустим, тут были разные образцы, примерно вот таким вот образом, под разным углом, потом вот так вот чуть-чуть наискосок, вот так вот наискосок, вот так вот сразу намазываю, пока кисть не станет сухой, обратите внимание, цвет мой, видите, вот эти 2 сантиметра темные, даже кисть не была обмокнута, обмокнута в пропитку, особенно если это водная основа, моментально должны втирать под разным углом, чтобы, значит, был равномерный цвет, предварительно вагонка должна быть хорошо оттелирована, тогда будет красиво, а вот обратите внимание, как брошированное смотрится, может быть, тут будет вот, сейчас я под разным углом покажу, видно, вот посмотрите, кстати, на что еще внимание обратить, видите, паз, задняя часто белая, да, а паз, он тоже пропитан, потому что если выйдет, о чем я вам говорил, шпа не будет, и эта часть кромки пропитана, это вот уже брошированная вагоночка, красивая, которая будет внизу, вот так вот эти стойки, ну, как и мебель делается из этого, так, вот я вам сейчас покажу, что называется то, что лодочкой, вот прям обратите внимание, вот смотрите, видите, она изогнута лодкой, как такое прижать, сразу будет видно выпуклости, когда, то есть брак, а эта вагоночка, 12, что мне подсунули, миллиметров толщиной, вот мы берем друг друга, я штамм, бельцикл, и мы замеряем, значит, ширину, он у нас, 12 миллиметров, он у нас, 12 миллиметров, 12 миллиметров, значит, при ширине 140 миллиметров, представляете, да, это не будет держать геометрию, а, теперь я еще про хитрость-то какую, забыл сказать, вон, 14 с пазом и 3 десятых, а без паза, значит, соответственно, вот в этом-то и хитрость, 13 и 1 десятых, посмотрите, а куда вот идет вот этот паз, он идет, в соседнюю вагонку входит, и когда мы делаем расчет по квадратуре, вам как считают квадратные метры, либо, если кубы переводим на квадратные метры, вы-то знаете, сколько вам квадратов надо, переводим на кубы, а вам считают они, вот так, но этого-то вам не хватит, если вы в упор посчитаете, почему? А потому что реально-то вы, это платите за столько, а реально-то у вас вот сколько будет, то есть с каждой вагонки на 6-8 миллиметров вы получите убыток, то есть они считают хитро, хотя это не честно, конечно, почему, а смотрите, почему, вот он выступ у вас, вот этот идет, допустим, 6 миллиметров, ну паста тоже идет, вот этот 6 миллиметров, папа, мама входит, то есть по большому счету, вот этот выступ маленький уходит сюда, и изделие надо считать, это, конечно же, вот таким образом, то есть не 13 там, сколько там, почти 14 сантиметров, а 13 будет, сейчас я вам скажу, 13 и 1 десятый миллиметр, представляете, сколько съедают у вас, это разве честно? Нет, но они так считают и будут считать, я когда объясняю, они соглашаются, когда всю логистику объясняют там с третьего раза, они все прекрасно понимают, говорят, ну а нам так же считают, может, конечно, и считают, я не знаю, значит, а завод обманывает, но это несправедливо, конечно, нет, ну ладно, это несправедливость, мы как-то переживем, все понятно, там пусть заработают больше, либо лишь бы качество было, но при такой вот широкой доске, вагонке, это, конечно, абсурдно, какое тут может быть качество, вот сравните, сразу вам сейчас покажу, вот допустим, вот посмотрите, 14 отличается, вот насколько от 12, так это знаете, каким образом, при одинаковой толщине будет эту вагонку больше гнуть, просто очень серьезным образом, а вот эта вагонка, которая 10 сантиметров, посмотрите, при том, что она, вот насколько, да, зато она 16 миллиметров толщиной, а не 12, как тут эта вагонка, разница, ее крепкость, крепости, вот она идеальная, просто идеальная, как зеркало держится, стоит, вот, очень хорошая с обратной стороны, качество обработки, это имейте в виду, потому что здесь, чем будет, знаете, больше шероховатостей и выбои, то тогда здесь влага легче впитается с этой стороны в вагонку, это надо иметь в виду, и поэтому, как я говорил, есть метод, когда мы закрываем эти поры лаком, или там уже лак с пропиткой, если не жалко, может быть, это иногда и дешевле, вот надо думать, лично вам, как в этом плане поступить, так, теперь, что я вам еще хочу сказать, если же вы используете масло воск, вот такие пропитки, то тогда кисть должна быть уже, ну, в данном случае тоже матрикс, это может быть другие фирмы, с щетиной, потому что, так сказать, эта щетина, она натуральная, она, так сказать, идеальным образом, так сказать, равномерно пропитывает, и не оставляет вот этих следов, бороздок, кстати, вот если, например, чем можно пропитать, смыть, вот синтетическую, например, у нас есть, да, после натуральной, на водной основе, например, краски, пропитки, мы можем просто мылом, щелочным натуральным раствором, мыло или соды, снять этот, мылом промыть, высушить, и будет прекрасная, мягкая опять щетка, а вот если у нас твердый воск, лолазка, то это растворителем, конечно, надо подержать растворитель, и промыть хорошенько, так, Так, теперь я сейчас вам покажу, вот как выглядит приборчик, если вот мы говорим, ну, например, у меня в данном случае это теста, мне он очень нравится, вот именно эта модель теста 606-2, тут выставляется сначала тип дерева, а потом мы втыкаем и смотрим влажность, сразу на экранчике, плюс температура, процентная наша влажность в помещении, очень удобно, вообще у меня есть ряд таких приборов, фирмы теста, они меня зарекомендовали, ну, уважительные отношения вызвали и люксметры и так далее. Так, теперь далее, ну, клеймеры простые, вот я вам покажу, вам это понятно, что такое, вот там идут в комплекте гвоздики, маленькие, тонкие, кстати, не используйте их в комплекте, они, как правило, очень тонкие, главное, маленькие, неглубокие, а нам, чтобы хорошенько вагонку закрепить, а тем более, если через что-то, типа термофона, то нам нужны не, там, 2 сантиметра минимум, вот эти с плоской шляпкой гвоздики, вы их просто купите отдельно, и чуть-чуть большего диаметра, чтобы они, конечно, входили вот в эти дырочки, но они должны быть больше, и хорошенько залиты они должны быть в брусок, тогда надежно будет держаться вот этот вот паз, чтобы вагонка не вышла, не вывернулась, а то, что в комплекте, вот это все ерунда. И вот такая уже вагоночка, то есть к вагонке, вернее, к какому типу, к своему, подходит свой клянгер, это либо четверка, либо, так сказать, вот здесь, как, например, подходит, да, или же это будет большего размера, но это смотрите заранее. Так, теперь давайте, пожалуй, наверное, перейдем к вопросам, потому что я, конечно, говорю много, вас тоже хочется обратную связь увидеть, послушать, поэтому я попрошу, что сделать. Дмитрия, моего помощника, выложить как-то где-то, где вот эти вопросы я увижу, потому что вы знаете, что я их сейчас тут не вижу, в компьютерах я вообще не силен. Я сейчас буду отвечать на вопросы наших уважаемых зрителей. Ну, хочу также напомнить, пока Дмитрий мне дает эти вопросы, что я попрошу его еще раз выложить, значит, во-первых, ссылочки в чат кинуть и на YouTube канал, и сюда, по которой можно зайти, посмотреть вот эти предлагаемые мной на сегодня, на завтра в акции, так сказать, инфопродукты. Теперь дальше. Насчет эковаты, ну, скажем так, я, как само название эковаты, сейчас не представляю, что вы имеете в виду, потому что есть совершенно разные вещи, которые называют эковаты. Биосинтепон вот этот, я его полностью знаю, что это такой прекрасный. Если это какой-то, как мне задавал человек вопрос, а вот такая прекрасная, как он считает, технология, там, прессованная бумага, она напыляется, разбухает, плохо, потому что точки росы несколько раз, несколько лет пройдет, она наберет влагу, она деформируется, она отойдет от стойк уже. Когда, собственно говоря, что получится, что мы будем щеленить между стойками дерева, да, между вдоль, поперечными раскаркашиваниями, и тогда у нас что получится? Огромное количество потери тепла, да и сама по себе бумага, это все-таки материал горючий, если пропитывать какой-то химией, это уже не эко. Я вас попрошу все-таки задавать вопросы, дорогие друзья, касательно все-таки постараться нашей темы, потому что вопросов по строительству может быть масса, и все мы, конечно, не разберем. Так, значит, дальше жду вопросы. Так, посмотрите, Дмитрий, пожалуйста, может есть вопросы в Ютубе, значит, если они есть, вы мне пришлите. Ну, а если вопросов, собственно, не будет, действительно, я так полагаю, мне так кажется, объяснил достаточно подробно насчет нюансов о вагонке. Если же вопросы будут, вы, конечно, можете их задать мне, когда этот ролик будет выложен, он останется у меня в блоге, либо на канале Ютуба. Там вопросы я периодически буду смотреть, и, конечно, вам смогу ответить. Так, скажите, пожалуйста, на это производитель ангарской сосны, так, почему с ними работать? Нет, я с ними как бы только потому, просто я из экономического вопроса, мне очень много надо было в вагонке, это было бы очень дорого. Плюс к тому, там четырехметровая, не совсем удачно раскройки, образуются щели по углам, ну, как я вам показывал, все-таки много дополнительных работ. Я решил, что я сэкономлю, возьму туда вагон, честно говоря, назад бы, вот если время отмотать, из-за всей этой ерунды я бы взял бы ее. Опять у них, то есть, хотя там цена подорожала, но все это несоизмеримо дешевле, чем, ну, скажем, ну, представься, ну, 25 тысяч там, или там 26 и 15, да, вот этой обычной, черт знает какой, с которой мы намучаемся, и сколько дополнительных работ. Да, я бы брал телефон или что-то, сейчас я дать вам не могу, у меня не все это под рукой, да и, в принципе, конечно, я могу это сделать, ну, напишите там, скажем, в YouTube, например, под роликом. Так, дальше. Как отличать ангарскую сосну от обычной? Ну, во-первых, колоссальное отличие, она плотнее на вид у нее, значит, знаете, когда смотришь, видно, что она прям плотнее. Плотная древесина, и она прям идеально отполирована, то есть, станок, проходя через твердое дерево, хороший станок, он ее идеально шлифует, она уже как глянцевая такая, да, смотрится, это и очень низкое будет процент покрытия, то есть, впитывание влаги, значит, меньше расхода краски, пропитки. Так, снаружи вагонку со всех сторон обрабатывали или только внешне? Ну, я же подробно объяснял, просто пересмотрите, если вы не сначала смотрели, какую вагонку, если мы говорим внутри помещений, то нет. Внутри помещений я обрабатывал только с лицевой стороны, то есть, вот, это, правда, четверть, ну, которая увеличена, 25 мм толщина, да, она, кстати, хорошая штука и тоже может внутри применяться. Просто толстая, но она бывает 14 см, при том, что, например, 16-18 мм толщины, тоже допустимо, что внутри можно использовать. Ну, вот это уличная у меня была, да, вот цвет. Как мы делали? Тут мы пропитывали торцы, кстати, тоже, обратите внимание, чтобы влага туда не попадала. Если уличная, то тут лаком тоже обязательно надо покрывать. Вот, видите, пазы и с этой стороны пропитывались, и с этой. А с этой стороны внутренней, если уличная, мы, значит, лаком полиуретаном пропитывали только, ну, зачем тут морилкой? Три слоя, правда, три. С улицы я так делал. А внутренние, если в комнатах, только со стороны лицевой и торцы. Торцы объясняли для чего? Чтобы при, значит, если вагонка будет играть, не было видно непропитанного белого цвета между пазами. Так, значит, ответил на этот вопрос. Давайте дальше смотреть, есть ли еще какие-то вопросы ко мне в этом плане. Так, или нету. Дмитрий, напишите мне, если есть в YouTube, либо где-то здесь. Я знаю, что сейчас у нас эта тема, ну, по моей аудитории, все-таки вы же получили по моей базе подписчиков приглашение. Понимаю, что, может быть, вы скинете кому-то. Есть тематические сайты, просто мы туда приглашение не загружали никуда. И поэтому, конечно, тема-то очень интересная. Это среди строителей, кто стройкой интересуется. Эти темы вызвали бы, наверное, такие интересы, отклики. Но, к сожалению, так сказать, сегодня у нас с вами аудитория сильно ограничена. И ограничена, в первую очередь, тем, что, так сказать, не все люди, которые интересуются на мои вебинары, собиралось и по полторы тысячи человек по здоровью, например. Ну, а строительство, конечно, меньше. Так, это ничего страшного. Ролик будет, останется в сети. Посмотрим, даже мне интересно, как он будет набирать. Может быть, вы ссылки скинете кому-то из знакомых посмотреть. Будет интересно, но прекрасно. Будут продолжать. Не будет, ну, значит, будут просто закрытые такие только мероприятия и все. Так, по поводу Алифы. Нет, нет, Алифа, она тоже хороша. Ну, в каком плане? Поймите, что натуральная льняная Алифа, да, она цвет, она просто такой тон, да, с другой, более темный дерево, оставив его, естественно, с живичным скипидаром особенно хороша. Вы знаете, я подробно это рассказывал, вы посмотрите, у меня есть открытый ролик, вот такой же, как этот, по зимним теплицам, которые недавно провел, он в блоге есть, там подробно я рассказывал про Алифу с живичным скипидаром, про пропитку. Но этим нельзя делать внутри помещений, да и вообще снаружи я бы тоже не стал, потому что она липкая остается, к ней прилипает потом и мухи, и пыль, и грязь, поэтому не идеальный вариант. А вот лоскутный воск, это прекрасный вариант, кстати, фотографию лоскутного воска я на той презентации своей показывал, сейчас не стал, но там есть, найдете. Лоскутный воск, он вообще не меняет цвет, вы можете проморить сначала древесину или там вагонку, потом покрыть лоскутным воском, с нее вода, то есть грязь уже от пальцев не останется. Он, да, он будет прозрачный, но он несет защитные свойства, великолепные. Объясняю, почему я не гипсокартон под плитку использую, а, во-первых, конечно, гипсокартон, в идеале для него профиля металлические нужны, что я не люблю металл использовать отрасу. Во-вторых, да, можно было бы и по дереву, но гипсокартон, даже влагостойкий, это все-таки не ОСБ в плане влагоизоляции, все-таки. Потом он прочнее. Более того, следующий момент. ОСБ, он имеет пористую структуру, вот эту склеенную пористую, которая лучше примыкает через бетонный контакт и сетку непосредственно клей на плитку, и сцепление гораздо сильнее, это проверено. Гипсокартон, он как бы, да, он частично проникает, идет диффузия тоже, так сказать, но это более хрупкий материал. Но я в этом плане ОСБ больше люблю, тем более мощные несущие способности на разрыв, на сдавливание, то есть в этом плане ОСБ лучше, гораздо лучше. Сцепление, ну, все, что я объяснил. Да, это я считаю, что так. Можно, конечно, гипсокартон, безусловно, можно. Ну, там, я не люблю профиля. Конечно, у меня вот, например, в этом доме, откуда я растяжу, тоже все гипсокартон, стены, обои, там гипсокартон, он, конечно, экологичен, вопросов нет. Вот, и в санузлах именно приклеено через гипсокартон. Тоже можно, почему нет? Ну, я из-за того, что у меня все-таки такой, очень, знаете, с дополнительными нагрузками, запасами прочности, легкость работы, меньше операции, так я решил все-таки именно сделать этот, как его ОСБ. Так. Ну, что ж, давайте посмотрим. Еще раз, пока вопросы, если идут, не идут, Дмитрий, я попрошу, что, как там у нас раньше, это было верхний правый угол над чатом или где, это сейчас поставить ссылочку, чтобы люди могли мышкой нажать, просто попасть сразу на страничку в блоге, где вот эта вот акция у нас на продающую страничку. Два вот этих комплекта, которые я, у кого есть возможности и желания, конечно, кто занимается, хочет и землей, стоит приобрететь два комплекта, я рекомендую, тем более с такой скидкой. Ну, или уж по строительству однозначно. Там, ну, я по ходу сегодняшней выступления объяснял, что там есть, но я трех процентов не сказал, что есть в этих уникальных инфопродуктах, действительно, которые я, ну, метал информацию. Причем досконально объясняю причинно-следственные связи каждых этапов строительства. Это очень важно. Теперь дальше. Какие характеристики сваи использовали без учета кинамзита? Не совсем такие. Характеристики сваи. Толщина металла, качество металла, нагрузка на одну сваю с учетом толщины стенок, с учетом залития бетона внутрь, после заваривания сверху сваи платформы, да, с четырьмя дырками, куда болтами крепятся, снизу подворачиваются на брусы. Вот я вообще по этому поводу очень подробно буду... Это очень интересная вещь. Там есть свои плюсы в этой технологии, безусловные минусы. Что надо учесть? Вот это я буду прямо от шестого подробно в том числе это рассказывать. У нас будет несколько важных элементов, так сказать, тем, которые я буду поднимать. Вот эти ошибки, огрехи, технологии. Мы коснемся, подробно разберем все по сваю, и как эти проблемы, если они есть, уже решать, и как не допустить до них. То есть нагрузка идет в зависимости от диаметра свая, диаметра бура, который, соответственно, входит в почву, на какую глубину. Так вот там, например, от 2,5 тонн есть по 3,5 на сваю, есть и, там, я не знаю, 110-ю сваю, 100-ю, там она и 6-7 тонн держит на одну опору. Ну, это надо теперь равномерно распределить, как через распаянный, например, сваренный из металлических профилей или большого квадрата металлического основания, на котором стойки, или брус. А у меня там брус идет двойной, 250 на 200, образует 500 высотой на 200, мощнейший монолитный, стянутый спицами, болтами, анкерами, так сказать, каркас, который можно, что называется, за один угол поднять, если бы это был цельный брус у такого сечения 500 на 200, и он бы дом, как говорится, никуда бы не просел. Но поскольку мы же не можем такие брусы по 20 метров заказать или по 8 шириной, то стыки идут вот таким замком на каждой свае. И вот эти места уязвимые, потому что свая уйдет, вот так вот у нас происходят, понимаете, вот эти между собой брусы. Хотя в центре можно хоть там 100 тонн положить, условно, она там на несколько микрон только просядет при таких-то макинетах на 200. Я все подробно буду рассказывать. Кипящие оливы не пробовали? Мои советы очень буржуазные, в смысле дорогие, да? Так, кстати, для каждого слоя ориентированы ваши труды. Для какого слоя, видимо, да? Для каких слоя, в смысле? Абсолютно для всех. Потому что я даю от самых простых методов, ну вот как с глиной, например, да? Варианты для совет. Или где не надо лишние бруски делать. Кстати, я по кровле, например, рассказываю в своих инфопродуктах, где можно делать не вот эту многослойную, но обязательную с точки зрения функционирования системы. Там мембран, пароизоляции, там бруски контрабрешетки. А, например, рассказываю методику, при которой всего лишь одно действие внутри утеплителя будет. Нанесение вызывает столько бригады. Это дороже как бы за квадратный метр. Но если вычесть те работы, какие не надо при этом делать, пароизоляция, брусок, контрабрешетка, а всего лишь вот эти косые наклонные стропила, снаружи, например, УСБ просто перебиваются листы за день разом, да? Значит, на которые потом, например, можно там какая-то пал мягкую кровлю, она дешевле металлочерепицы или что угодно, андулин, пожалуйста, что хотите. Но внутри просто запенивается ППУ, она добухает, срезается излишки, прям бригада задняя делает. У вас монолитный, где точка рассы внутри материала уже не разрушит, цельный, не нужно многослойный парад. Вы сэкономите там на пяти операциях на шести деньги, это делается раз, два, три операции, все. А не вот эти вот бруски контрабрешетки, что-то. А потом только вагонку внутри или что хотите сделать. Потому что я рассказываю разные варианты на любой карман. А лифы можно, почему нет? Это достаточно материал экологичен, просто не так красиво смотрится. Пожалуйста. Но давайте так, хорошо, давайте я вам скажу вот дешевую краску. Очень неплохая производство Словения. Она стоит в разы дешевле. Бьёв, Азаров там в разы. То есть вот на рынке какая-нибудь текурила там, ну грубо говоря, да? Это уж извините меня, но многие могут себе позволить. Так вот, и вот эта вот белинка, например, у меня ей сделана, я показывал в Карташино, например, вот я многие помещения и комнаты жилые делал ей. Она, кстати, есть такая серия топ лазурь, белинка топ лазурь. Там в составе тоже воск. Это неподдельная, потому что Словения, ну там её, в принципе, ещё не подделывали. Но сейчас не знаю, ну может и нет. Она недорогая, прекрасная. Прекрасная. После полной высыхания, там есть, конечно, связующие, может, какие-то вещества, не совсем экологичные в виде смол каких-то там, но после высыхания она абсолютно, довольно воск, прекрасный такой и цвет, и поверхность в несколько раз, там раз в шесть дешевле, чем вот в Рубьёфа там, ну так сказать. Поэтому почему? Есть варианты разные. А олифа тоже может быть, но почему нет? Просто, да, в тёплую, раскалённую. Чем теплее будет расплавлена подогрета олифа, тем глубже она проникнет. Древесина – это очень хорошая защита будет. А можно, я говорю вам, просто пропитать, сделать и оставить цвет натуральной вагонке, но пропитать её, только очистить, чтобы она там нулёвочка, и чтобы она грязь, если где-то заляпана, а потом покрыть просто лоскутным воском. Там идёт один слой на 30 метров, но стоит там 500 рублей литр. Идёт, ну то есть тоже там, ну какая-то 25-30 рублей за метр получается покрыть. Но всё-таки, а через там несколько лет ещё можно слоем покрыть, но оставится цвет натуральный. Почему? Пожалуйста. Значит, в своих же, короче говоря, вот всех моих выступлениях я всегда даю. От самых простых советов экономичных до тех… То есть у меня, я как вам скажу, я не в том смысле деньги не считаю, что, так сказать, мне некуда девать. Нет, абсолютно есть куда. И я, так сказать, по возможностям стараюсь сделать максимально качественно, где это качество разумно. То есть не из-за выпендривания или бренда какого-то, а из-за исключительно качественных материалов, которые объективно будут сказываться на сроке службы, на внешней эстетике, на том, что это не вредно для здоровья, что это удобнее наносить, или если про пропитки говорим быстрее, из этих условностей и характеристик. Более того, если бы я это все брал просто вот как в розницу прочее, то, конечно, затраты были бы колоссальные. Но за счет моих объемов я все-таки беру оптом, у меня дилерские скидки, прочее, вот, ну и так далее. Так, ну, поэтому вот я, пожалуй, думаю, ответил на этот вопрос. Так что совершенно в моих лекциях и инфопродуктах, тем более, как, кстати, и в моих лекциях по здоровью, методикой по лечениям даны, это могут быть готовые препараты, которые на основе трав, кореньев и так далее. Но это будет, конечно, дороже гораздо, просто проще, у кого есть деньги, возможности, что трудиться самому не надо. А кто-то, я даю там же методики, кому нет возможности, какие травы, комбинации, коренья, экстракты, чтобы делать их самим. И вы сами можете заготовить траву или купить в аптеке, сделать смеси, наборы, трав, кореньев, там, грибов определенных и так далее, и так далее. Процедуры, концентраты, сами. Тогда это будет в разы дешевле, но труд, время. Поэтому я говорю, первый вариант, второй вариант – это как минимум. В строительстве же я говорю разы, там, больше, то есть десятки вариантов порой. И объясняю, что и почему. Сейчас в рамках такого узкого темы, как вагонка, я и то, посмотрите, коснулся разных каких тем. Но когда мы говорим о трехдневном, который у меня проходил закрытый вебинар, который вошел в инфопродукт номер 7, куда еще вошел трехдневное занятие, значит, в Карташино у меня из-за поселения, вот там плазнаний колоссальный. Причем люди как вот думали, как ведь с утра вечера мудрение, вопросы еще рождались, потом я на них еще отвечал. Ну, в общем, и там разбираются, конечно, от и до, от а до я, действительно, можно назвать. Вот это люди, кто покупал не просто там, не жалели, а, конечно, очень благодарили. И даже в блоге есть, жалко, мало людей пишут, пишут мне, я вот сейчас стал просить, напишите мне в блог отзывы, потому что пишут все на почту электронную. Я, конечно, рад, благодарю, так сказать, но все-таки, чтобы другие тоже посмотрели. Но люди очень рады вот этим инфопродуктам по строительству, потому что, действительно, там колоссальная информация, очень важная и нужная для каждого. Ну что ж, дорогие друзья, поскольку, действительно, у нас не так много сегодня присутствует, и вопросов, в принципе, нет, кстати, я так вижу, 100% людей практически, да, 100% сидит, кто вначале начал 3 часа, да, сколько прошло, даже чуть больше от начала, ну да, 3 часа, то, так сказать, значит, это было, я думаю, интересно, вы уж, пожалуйста, напишите сводзыв о нашем сегодняшнем вот этой вебинаре, мне в блог, так сказать, пожалуйста, напишите, когда мы завтра вывесим этот ролик, у меня в блоге будет, напишите там, не поленитесь, я вас прошу, какое ваше ощущение от сегодняшней нашей встречи стоило, это того нет, дал ли я большое количество знаний, нужных ли, как вы считаете. А кто-то, кто в Ютубе смотрит, напишите, пожалуйста, в Ютуб, вот, буду вам очень благодарен. Ну, я думаю, что, все-таки, надеюсь на то, что наша встреча была очень плодотворно и полезна для вас, я думаю, что я не зря потратил тоже свое очень, у меня мало время мое, и до новых встреч, что ж, всего вам самого лучшего, здоровья, счастья, успехов, ну и чтобы ошибок не наделали, как когда-то наделал их я, вот для этого я вам помогаю, веду такие встречи. Всего вам самого лучшего, до связи, до встречи, приезжайте в 26-го, кто сможет, ко мне на занятия не пожалеете. Записываться можно у меня через блог или написав на почту aravanasobakabike.ru. Всего вам самого лучшего, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok